В конце июня этого года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сделал странное заявление. Он сообщил буквально следующее, что те, кто наблюдает за нами издалека, очень обеспокоены. Цитата. Я виделся, разговаривал и слушал руководителей других планет, они очень переживают. Что это такое? Это нервный срыв или Юнкер признал мировой заговор? Я думаю, что если бы Юнкер действительно разговаривал с инопланетянами, он никогда бы об этом не рассказал. Я думаю, что это иносказание. Он имел в виду под тем, кто наблюдает с других планет, это реальные хозяева мировой игры. То есть это те люди, которых мы не увидим ни в Билдербергском клубе, ни в других структурах. Может быть, это люди, которые входят в клуб Серкль или Сьекль. Но это реальные хозяева игры. Так что это у Юнкера иносказание. И то, что он произнес эти слова, говорит о том, что он получил, был уполномочен это сделать. Как у нас говорили, Тас уполномочен заявить. И он сделал это заявление. Ведь нужно помнить, что Юнкер, Обама, Меркель, Аланд – это клерки. Это нанятые серьезными людьми клерки, которые отрабатывают свое. И для меня был очень показательный момент, когда Кэмерон объявил о своей отставке. Потом он развернулся, прошел, что-то пропел и сказал, right, хорошо. Вообще я не увидел никакого несожаления. То есть было такое впечатление, что он вот смену сдал и пошел дальше. То есть клерк свою работу выполнил. То же самое Юнкер. Он произнес нечто, отражающее позицию хозяев. За первую половину этого года произошло много значимых и беспрецедентных событий, которых давно уже не было, очень давно. Это папская встреча на Кубе. Это так называемый Всеправославный собор или Всеволчий, как его называют с другой стороны. Вскрытие неамериканских офшоров, Брексит и так далее. Вот кто куда торопится? Почему это так спрессовано? Если говорить в таком самом широком плане, люди торопятся в будущее. Процессы мировые ускорились. И речь идет о том, что привычный для нас мир исчезает на глазах. И вопрос стоит очень просто. Кто отсечет кого от ограниченных ресурсов, природных, информационных, властных в этом будущем? То есть идет борьба между различными фракциями мировой верхушки. Естественно, верхние 20-25 кланов не будут друг друга уничтожать. Они в конечном счете договорятся. Но вопрос заключается в том, на каких условиях договорятся. Кто будет сверху? Кто оттеснит кого? И идет очень серьезная перегруппировка сил. И поэтому такая насыщенность событиями. Ну, например, встреча патриарха Кирилла и римского папы на Кубе. Ну, я думаю, что, собственно, религиозные вопросы, вопросы отношения церквей, ну, они там играли второстепенную роль. Это была чисто, так сказать, политическая встреча. В подбрюшье США. В подбрюшье США, что очень-очень символично. И там было несколько очень важных моментов в этой встрече. Ну, например, косвенно оба встречавшихся, и, что самое важное, понтифик, они косвенно возложили вину за события на Украине на униатов. И вот это очень интересный момент. Дело в том, что я думаю, что понтифик решал здесь свои проблемы. Ведь ни для кого не секрет, что главное противоборство в самом Ватикане идет между тремя группами кардиналов. Это польские кардиналы, это немецкие кардиналы, и это итальянские кардиналы. То, что Иоанн Павел II оказался, так сказать, понтификом долгое время, это очень сильно стимулировало выход на первый план кружка польских кардиналов. И сейчас ситуация, сначала был немецкий папа, его, так сказать, выдавили, но аргентинский папа, это тоже папа связанный и с немцами, и с итальянцами. То есть, в самом Ватикане идет очень острая борьба среди католического духовенства, и, естественно, теми силами за пределами духовенства, которые за ними стоят. Я думаю, что своей встречей с патриархом Кириллом папа решал еще и свои проблемы в Ватикане. Кроме того, безусловно, Ватикан очень беспокоит позиции Ватикана на Ближнем Востоке. Там же, так сказать, достаточно христиан на Ближнем Востоке, и зона Ближнего Востока – это традиционная для Ватикана зона влияния. А эту проблему не решить без России. То есть, это действительно очень важная встреча в политическом плане. У нас были разговоры о том, что вот собрались двое, они хотят там, так сказать, новую мировую религию устроить. Может, они и хотят, но думаю, что на Кубе они собирались совершенно по другому поводу. Другие события, о которых вы сказали, я бы еще добавил сюда массу терактов, это тоже говорит о том, что степень уплотнения времени событиями нарастает. Я думаю, что чем дальше, тем таких событий будет больше. И некоторые события выстраиваются в цепь. Ну, например, Крым, 2014 год, и конфликт на юго-востоке Украины, Новороссия. Затем, 15-й год, это начало миграционного кризиса и выход Великобритании из Евросоюза. Я думаю, что четвертым событием в этой логической цепи может стать победа Трампа, если она состоится. И вот тогда пазл, безусловно, сложится. Я думаю, что все эти события, они связаны вот с чем. Использовав воссоединение Крыма с Россией, определенная часть мировой верхушки объясняет другой части мировой верхушки, что та часть неправа. И мы видим вот эти три события. Крым, миграционный кризис, выход Великобритании из Евросоюза. Это же удары по евробюрократии, это удары по Евросоюзу, это, по сути дела, удары по нынешней конструкции, которая называется Евросоюз. Кому мешает Евросоюз? Очень интересный вопрос. Дело в том, что Соединенные Штаты могут продлить... Вот ясно, что Америка теряет свою гегемонию, утрачивает. Но чтобы продлить какой-то, чтобы спуск был не слишком резким, а чтобы он был постепенным, им нужно сейчас решить две проблемы. Им нужно начать грабить экономики Юго-Восточной Азии, для этого состоится Тихоокеанское сообщество. И самое главное, им нужно ограбить Западную Европу. Я предельно, сказать, упрощаю ситуацию. Так же, как Западная Европа в 90-е годы ограбила Восточную Европу. Значит, им нужно это сделать. Для этого создается вот это вот Трансатлантическое сообщество. В Европе далеко не все хотят, чтобы их ограбили. Не хотят Винзоры, не хотят Ротшильды, не хотят представителей традиционной немецкой и северо-итальянской аристократии. И здесь возникает вот какая проблема. Для того, чтобы включить Европу в Трансатлантические сообщества, нужно, чтобы был Евросоюз. Но нужно, чтобы он был слабым. Но целым. Но целым. Да, совершенно верно. А вот те, кто не хочет, им Евросоюз вообще не нужен. И в этом плане события, там, Крым, который расшатал Евросоюз, потому что разошлись точки зрения европейцев. Как бы они под американскую дудку не прессали, тем не менее, есть разные точки зрения. Затем, миграционный кризис, он тоже расшатывает Евросоюз. И в этом оказываются заинтересованы обе стороны. И те, кто хочет Трансатлантического сообщества, и те, кто его не хочет. Потому что ослабление Евросоюза идет вопрос в том, где оно становится. Оно становится просто, Евросоюз будет слабым, или же Евросоюз распадется, по крайней мере, де-факто. И вот выход Великобритании из Евросоюза, это, безусловно, победа той части западноевропейских элит, которые не хотят идти под Соединенные Штаты в это Трансатлантическое сообщество. Потому что британская, например, элита, она хочет самостоятельных отношений с Соединенными Штатами, так как это было в 19-м, начале 20-го века. Более того, у британцев есть карта, которую они могут бросить на стол. И эта карта очень серьезная. Это то, как британцы вложились в Китай. И, кстати, визит Си Цзиньпина в прошлом году в Китай, когда он жил в Букингемском дворце, когда его принимали в Лондоне, когда он жил в Букингемском дворце, и когда китайцы провозгласили, что Великобритания их образцовый партнер, дело в том, что связи между Великобританией и Китаем начали активно развиваться на рубеже 60-х, 70-х годов, после того, как британцы поняли, они утратили свою империю, и в 60-е годы было решено воссоздавать невидимую британскую империю на финансовой основе. И единственная страна, с помощью которой это можно было сделать, это был Китай. И, собственно, реформы Дэн Сяопина в Китае – это один из результатов британско-китайского сотрудничества. Разумеется, здесь и американцы посоучаствовали, Рокфеллеры, но главными были Ротшильды в этом отношении. И сейчас у Ротшильдов и Винзоров есть очень серьезный козырь – это китайская карта. Если учесть, что британцы присутствовали в Китае со временем Первой опиумной войны, если учесть, что целый ряд семей, например, кизики или кезвики, как их иногда называют, они до сих пор в Юго-Восточной Азии контролируют торговлю золотом, и они именно стали прототипами. Есть цикл романов Клавелла о Дальнем Востоке, о Японии, о Китае. Ну вот, белые герои этого романа, их прототипы – это кезвики. Кезвики относятся к той группе британских семей финансово-аристократических, топ-менеджерами которых выступают Ротшильды. Ведь Ротшильды при всем их богатстве, при всей их известности – это топ-менеджеры полутора-десятка семей – Рейдингов, Сэмюэлей, Флемингов, Кезвиков. Это целая команда. Просто Ротшильды на первом плане, о них пишут, а о других пишут значительно меньше. Вообще, нужно сказать, что чем меньше пишут о той или иной семье крупной, тем в большей степени это означает, что эта семья очень серьезная. И вот, скажем, с никуда не денешься, про Ротшильды и Фракфеллеры все знают. И их специально выдвигают на первый план, чтобы все остальное осталось за кадром. Совершенно верно. Это такая же аналогия, как бывает иногда с провалившимися разведчиками. На них вешают все остальное. Ну, например, вот провалился Зорге в свое время, и им прикрыли целый ряд других разведчиков, которые там работали, и на Зорге оказался таким супершпионом. В этом отношении все известные разведчики – это провалившиеся разведчики. Тот же, например, Филби очень известен, о нем много книг написано, а вот мощнейший разведчик – его отец, Сент-Джон Филби, о нем вообще всего лишь одна книга написана, потому что он не провалился. И это был очень серьезный. Собственно, Ким Филби всю жизнь пытался доказать своему отцу, что он не слабее, но не доказал. А, кстати, такое небольшое лирическое отступление. А почему Виндзор и Ротшильды именно Китай выбрали в качестве площадки, а, скажем, не Индию, которая по населению сопоставима? А дело не в населении. Здесь еще есть два фактора. Во-первых, Китай значительно мощнее, чем Индия. Он значительно более компактный, потому что… Ведь что такое Индия? По сути дела, как это не неприятно позвучить для индийцев, Индию создали британцы. Там было много княжеств разных, и они из них сделали целую такую страну. И до сих пор лояльность на уровне штатов Индии, а штаты Индии – это бывшее княжество, уровень лояльности выше, чем на уровне государства Индия. То есть Индия еще… Нет такой индийской нации, она, так сказать, не сложилась. Там до сих пор огромное количество языков, причем на этих языках говорит так 60 миллионов человек, 70 миллионов человек. То есть это очень серьезно. Это одна страна дела. Во-вторых, в Индии британцы и так присутствуют. Им не надо было вкладываться в Индию так, как они вложились в Китай. И если вы посмотрите, например, есть такая гостиница «Империал» в Дели. Замечательная гостиница. Там картин, она в таком колониальном стиле, 300 картин из истории Индии последние 200 лет. Все картины посвящены тому, как британцы завоевывают Индию. И когда я спросил у одного индийца, я говорю, а вот смотрите, я говорю, почему британские победы над индийцами? Он говорит, это не над индийцами, это над сикхами, это вот в Бенгалии. То есть они не воспринимают это как целое. То есть, ну вот сикхов победили, и хорошо, а вот, так сказать, кого-то другого не победили. То есть вообще индийская элита, она до сих пор отождествляет себя в значительной степени с британцами, с белым раджем. Есть, например, полицейские отделения в крупных городах Индии, где висят фотографии шефов полиции. И они стартуют не с 47-го года, не с независимости Индии, а они стартуют с середины 19-го века, там англичане, и потом белых сахибов меняют местные сахибы. Так что то, что они вложились в Китай, это был абсолютно правильный ход. Смотрите, вот после, ну скажем так, 25-летней, безусловной гегемонии Соединенных Штатов, мир начал разделяться на два контура. Первый, американоцентричный, это, точнее, он начал разделяться на два контура, но, американоцентричный, он переформатируется через два трансокеанства и появляться второй контур, это Китайцентричный, это новый шелковый путь, это экономический пояс, процветание вокруг шелкового пути, и азиатский банк инфраструктурных инвестиций. Вот, вопрос в чем, где в этой схеме Россия и, может быть, Великобритания, ЕС оставшиеся, и вот хотел спросить про Индию тоже. А, вы знаете, я, во-первых, не стал бы говорить, вы знаете, слухи о смерти Соединенных Штатов несколько преувеличены. Соединенные Штаты сохраняют, они действительно утрачивают гегемонию, но они еще полностью ее не утратили. Тем более, у США, в отличие от Голландии и Великобритании, у них была двугорбая гегемония. Дело вот в чем. У нас как-то, мы смотрим на то, что произошло в 20 веке, учитывая 91-й год. Вот Советский Союз, Горбачевская верхушка капитулировала в холодной войне, и, значит, Соединенные Штаты победили. Реальный процесс был значительно сложнее. Дело в том, что на рубеже 60-х и 70-х годов Соединенные Штаты проиграли Советскому Союзу, подчеркиваю, государство Соединенных Штатов проиграло государству Советскому Союзу холодную войну экономически. Не мы выиграли, они проиграли. Они оказались в очень сложном положении. И 70-е годы, 80-е, в Соединенных Штатах была очень-очень сложная ситуация. Она выправилась только в 90-е годы после разрушения Советского Союза, которое и было условием их выживания. Но то, что произошло в 90-е годы, это вторая гегемония США. Если на рубеже 60-х и 70-х годов закончилась гегемония США как преимущество на государство, затем, после 91-го года, эта гегемония США преимущественно как кластера транснациональных корпораций. Это не значит, что государство исчезло, но поменялось соотношение. И это, кстати, соотношение, изменение соотношения очень четко видно по изменению соотношения сил элит. С середины 70-х годов ни одним президентом Соединенных Штатов не был в выходе с Атлантического побережья. В 76-й год приходит Картер, это Джорджия. Затем приходят Буши, то есть приходит Рейган, это Калифорния. Затем Буши, Техас, Арканзас, это Клинтон. Ну, Обама более сложный случай. Тем не менее, произошло изменение даже такое политико-географическое. Представители транснациональных корпораций, нефтяных, иных, они вытеснили вот эту вот атлантическую элиту восточного побережья. И вот это очень такой важный момент. Но, то есть, Соединенные Штаты, у них как бы такая двойная гегемония. Сначала гегемония как государство была, а затем, с конца 80-х годов, с разрушения Советского Союза, эта гегемония как кластера транснациональных корпораций. Эта гегемония тоже уходит. И кризис 2007-2008 года, ну, со стеклянной ясностью это демонстрирует. Так что, я бы не стал говорить о китаецентричном мире, вот как, ну, резком противовесии США. Пока что это потенциально, да, это альтернативный вариант. Но вы знаете, что мне такая мысль не покидает? Вот этот американоцентричный мир, это мир, в котором главную роль играют Рокфеллеры, менее известные у вас братья Кохи, это тоже очень серьезные ребята, и целый ряд других семей. Вот этот проект китайский, за ним стоят Ротшильды, часть британского истеблишмента, часть американского истеблишмента, связанного с британцами. Но, смотрите, какая вещь получается. Трансатлантику создают Рокфеллеры, здесь у нас Ротшильды. Эти люди всегда между собой договорятся. Это просто распределение ролей в очень серьезной игре. И вот эти два направления, китайско-тихоокеанское и трансатлантическое, но встречается, и все. И эти семьи, и кланы, которые за ним стоят, они лишили свои проблемы. Так что в этом отношении Китай выступает, на мой взгляд, скорее как орудие. Понимают ли это китайские лидеры? Конечно, понимают. Они пытаются играть свою игру. Но и у них очень-очень много серьезных козырей на руках, но у них также очень много серьезных проблем. Чем больше экономические успехи Китая, тем больше социальных проблем. Растет разрыв между богатыми и бедными регионами, богатыми и бедными слоями. Коррупция зашкаливает. Си Цзиньпин прилагает титанические усилия в борьбе с коррупцией и в борьбе с шанхайским кланом. И если вспомнить, что происходило в Китае в 2015 году, как Си Цзиньпин с прежним руководством строил свои отношения, какие были взрывы в Тяньцзине, и только то, что ветер не подул в сторону Пекина, со стороны Тяньцзинь, иначе бы вся эта химия пошла на Пекин. Никакого у тебя чемпионата по легкой атлетике, никакого парада, потери лица. Но ветер подул в другую сторону. Кстати, очень интересно, что сразу после взрыва в Тяньцзине прошли аресты воскопоставленных чиновников в Китае из числа противников Си Цзиньпина. Так что у Китая на самом деле не такая простая ситуация, поскольку Китай играет в значительной степени в чужую игру. У них очень много... Решают при этом часть своих вопросов безусловно. Безусловно, решают часть своих вопросов. Но нужно понимать, что в современной мировой игре не Китай диктует свое... Он пытается диктовать свои правила. Но все разговоры о том, что вот теперь у нас биполярная система, и у нас есть Китай и Америка, это большое преувеличение. Я уже не говорю о том, что биполярной может быть система только в том случае, если есть два государства, которые могут в равной степени друг друга уничтожить. Таким государством до сих пор, которое поможет уничтожить США, является Российская Федерация. Так что мир, он уже не однополярный, но он еще немного полярный. Он находится вот в таком взвешенном состоянии, и это определяет нервозность многих политических деятелей. Если учесть, что за последние лет 20-30 интеллектуально-волевая планка мировой элиты западной просела, потому что я не представляю в 70-е годы, чтобы на политический олимп в Западной Европе взобрались такие люди, как Меркель, Алланд, Кэмерон. Это было просто невозможно. Это троечники, это неудачники, которым места в 70-е годы не было, а вот сейчас они, так сказать, пожалуйста. И когда такие люди попадают наверх, при том, что они клерки, при том, что они наняты, но какие-то решения они принимают сами, и вероятность ошибок и нервных срывов таких лидеров, она, в общем-то, очень-очень вероятна. Достаточно посмотреть на Обаму с его дерганьями. На последнем Петербургском экономическом форуме президент России обогнался о проекте «От Владивостока до Лиссабона». Мы знаем это, это миграционное объединение. Вопрос, кто стоит за этим проектом, и на каком пути, на какой стадии развития находится альтернативный или параллельно стоящий проект Евразийского экономического союза? О едином европейском доме от Атлантики до Урала говорил Деголь, потом заговорил Горбачев об общеевропейском доме. Вообще, проект носит в значительной степени пропагандистский характер. В свое время Федор Иванович Тютчев сказал, «После того, как в России появилась империя Петра I, империя Карла Великого в Европе больше невозможна». И действительно, если посмотреть, что происходило в 19-20 веках, как только в Европе появлялся лидер, который пытался Европу или частью объединить, это Наполеон, Викторий II, Гитлер, Великобритания и Россия объединялись и топили эту попытку. Очень показательно, что Евросоюз начал стремительно оформляться именно после разрушения Советского Союза. А вот сейчас, когда Россия начинает подниматься, мы видим, что Евросоюз начинает, наоборот, двигаться в противоположном направлении. И я не думаю, что единый дом от Лиссабона до Владивостока вещь возможная, потому что... В практическом плане. В практическом плане, да. Потому что очень разные силы стоят за разными частями Евразии, как континента. С одной стороны, американцы, британцы, китайцы, немцы и французы. Очень трудно будет примирить эти интересы. То есть, это больше такая политологическая штука, скорее? Я бы сказал, просто пропагандистская вещь. Это такое заявление о намерениях. Но это из серии съесть, то он съест, но кто же ему даст. А Евразийский экономический союз? Вот про буксовки, откровенно. Дело в том, что Евразийский экономический союз теоретически, это вещь, которая должна, безусловно, состояться. Потому что в современном мире выживают структуры, крупные, большим населением, при данном технологическом укладе, которые могут обеспечить некую демографическую массу. И в этом плане Евразийский экономический союз, правда, Белоруссия, Казахстан, они дают небольшую демографическую массу уже, так сказать, к России. Но это лучше, чем ничего. Вопрос только в том, Евразийский экономический союз это будет союз народов или союз олигархов и госкорпораций. Если это будет союз олигархов и госкорпораций, на самом деле это тогда будет не Евразийский экономический союз, а это будет союз транснациональных корпораций, которые будут влезать в него через олигархов. То есть это пшик, это ничего. Это одна сторона дела. Во-вторых, нам все время говорят, что это Евразийский экономический союз. В современном мире нет ни одного по-настоящему экономического союза. Союзы все носят политико-экономический, а скрытно военный характер. Потому что есть Евросоюз, но что такое Евросоюз без агрессивного блока НАТО? Ну, ничто. Поэтому в этом отношении Евразийский экономический союз – это пока что такое заявление о намерениях, но и пока не больше того. И мы видим, как то Назарбаев что-то скажет, то Батька Лукашенко что-то скажет. И, в общем, нельзя сказать, что у них за тем, что они говорят иногда то, что нам не нравится, нельзя сказать, что за этим нет совсем никакой правды. Но когда правды становится очень много, то получается, что одна правда из этого не выходит. И это означает, что все это пробуксовывает. Вы совершенно правильно сказали. Это все пробуксовывает. Ну, тут нужно еще понимать, для кого они говорят. Да, конечно. Это все понятно. Но мы видим, что процесс-то реально пробуксовывает. И я бы даже сказал, что саботируется. И саботируется. Но это все ходит вместе. Пробуксовывает и саботируется. Причем с разных сторон. А вот смотрите, вы скользко снулись чуть ранее. Получается, Россия стратегически оказывается в стане своего извечного геополического противника Великобритании на нынешнем историческом этапе. Трудно сказать. Но дело в том, что смотрите, какой исторический парадокс. Действительно, Великобритания – это традиционный враг России. Морская капиталистическая держава и самодержавная, а затем коммунистическая Россия, а затем коммунистический Советский Союз. Но во всех мировых войнах Россия и Великобритания оказывались по одну сторону. Против Наполеона, против Вильгельма, против Гитлера. Некоторые говорят, а вот если бы Советский Союз с Гитлером договорился, можно было бы всем показать. Но не могли мы с Гитлером договориться ни по экономическим, ни по идеологическим причинам. И логически, вот эти две шаги – Великобритания и Россия, или Советский Союз, то есть историческая Россия, как бы она ни называлась. Это два фланговых государства Европы. Один фланг и другой. И любая попытка объединить континентальную часть, она угрожает интересам как России, так и Великобритании. Поэтому каждый раз вместе давили центр, он слабел. Тут же этот ослабевший центр прибирала сначала Францию, Великобритания прибирала после Наполеонской войны. Потом США и Великобритания прибрали Германию, и начинается обострение отношений с Советским Союзом. Циклический процесс. Циклический процесс. Ну, в принципе, действительно, прав был Палмерстон, Черчилль потом повторял эту фразу, что у Британии нет постоянных друзей, есть постоянные интересы. Но это не только у Британии, у нас то же самое. Хотя наш замечательный геополитик Эдрихен Ван Дамм однажды сказал, что может быть хуже вражде с Англосаксом. Только дружба. Нужно это помнить. Но ситуационно сейчас может оказаться так, что в условиях противостояния континентальной Европы и России при всей антирусской риторике мы можем оказаться тактическими союзниками с Великобританией. И Ротшильдов. Ротшильдов, да. Недавно был проведен анализ, пресса какой европейской страны является наиболее злостно антироссийской. Бьет все рекорды Германия. Затем Испания, Италия и Великобритания только на четвертом месте. Немцы сейчас... Я почему-то думал, Польша... Нет, Польша где-то на одном уровне с Испанией и Италией. Ну и потом Польша, это не вполне серьезно. Это традиционный спор славян между собой. Это бог с ним. А вот то, что немцы ведут себя так, и очень показательно, что 22 июня 15-го и 16-го года, именно 22 июня немецкие руководители делали очень сильные антироссийские заявления. Именно 22 июня 15-го года женщина, министр обороны Германии сказала, что с Россией нужно разговаривать с позицией силы. Я на это сразу же сказал, ну, так сказать, уже попытался ее предшественник один разговаривать, и у нее шесть детей, у этой министерши, я ей сказал, детей бы своих пожалела насчет силы разговаривать. А 22 июня 16-го года Меркель сделал очень жесткое антироссийское заявление, и это говорит о том, что при всем вот вроде бы таком антинацизме, как они критикуют свое прошлое немцы, они помнят 22 июня. Они его никогда не забудут, и они никогда не забудут, что наш флаг красный был над Рейхстагом. Кстати, самое интересное, что и французы не могут никак забыть, что мы нанесли поражение Наполеону. Кстати, об этом откровенно сказал о памяти, вот такой долгой злой памяти французов Мельник Боткин. Мельник Боткин – это начальник французских спецслужб при Деголе, это русский эмигрант, внук, если я не ошибаюсь, либо внук, либо племянник доктора Боткина, расстрелянного вместе с царской семьей, точнее так, который был с царской семьей, когда, нам говорят, ее расстреляли. И Мельник Боткин в одном из интервью, которое он недавно, он уже очень пожилой человек, ему хорошо за 80, он сказал, что французы не понимают и не любят Россию, и они никогда не забудут того, что Россия нанесла поражение Наполеону. Вообще историческая память – это долгая штука. Нет у нас друзей, но нам, собственно, и не надо. Будем сильные, нам и без друзей хорошо. Хватает. Да. Вот смотрите, еще вот такое наблюдение, точнее логическая цепь. В 30-х годах прошлого века штаты, точнее Рокфеллеры, вложились в финансирование гитлерарских Германий и параллельно в индустриализацию Советского Союза. В 1938-м началась Вторая мировая. В результате Рокфеллеры потеснили Ротшидов, и Британская империя сошла фактически на день. И параллели проводим с нашим временем. Но уже, в свою очередь, Ротшильды вложились сначала в Китай. И я делаю допущение, но оно имеет право на существование. И с некоторой долей вероятности чуть позднее уже в военно-промышленный комплекс России, по крайней мере, ходят такие слухи, ждать ли войны из Китая в этой связи. Здесь два момента. Значит, вообще-то они согласны, конечно, вот с такой... И да, и нет. Значит, сейчас я поясню свою позицию. Дело в том, что, конечно, Россия интересует Запад, его хозяев, в двух отношениях. Как возможный театр военных действий с Китаем, если нужно это будет. И второй, как резервная территория в случае геоклиматической катастрофы. Больше их Россия никак ни в чем не интересует. Это один момент. Теперь нужно все-таки уточнить по поводу ситуации 30-х годов, почему американцы вкладывались, как возникла Вторая мировая война. Здесь процесс значительно сложнее. Значит, после того, как в 1913 году была создана Федеральная резервная система, то есть появились средства на, так сказать, введение войны, была развязана Первая мировая война. Ну, мы ее называем Первой, потому что реально она была не Первой. Первой была 30-летняя война, затем 7-летняя, Наполеоновские войны. Ну, мы называем ее Первой мировой войной. Главная задача Первой мировой войны заключалась в том, что хозяева мировой игры должны были уничтожить четыре империи. Для того, чтобы они не мешали потоку капиталов. Ничего личного. Значит, война должна была решить эти проблемы. А кое-какие проблемы должна была еще и решить и революция. Революция в России, революция в Германии. Действительно, Австро-Венгерская империя была разрушена. Немецкая империя была разрушена. Османская империя была разрушена. И Российская империя была разрушена. Но в 1923 году провалилась революция в Германии. И команда Сталина взяла курс на строительство социализма в одной отдельно взятой стране. И чтобы никакой мировой революции. В 29-м году Троцкого высылают из Советского Союза, то есть все, с мировой революции закончено, это символический жест, значит теперь те проблемы, которые недорешила Первая мировая война и несостоявшаяся мировая революция, может решить только Новая мировая война. С 29-го года британцы делают две вещи, первое, они начинают вести к власти Гитлера, британцы тоже в этом соучаствовали, но с 29-го года британцы очень активно его повели, и кроме того в 29-м году британцы делают очень мощный ход, который выводит их соперничество с Соединенными Штатами, просто уже на такой смертельный уровень. Британцы закрывают, Монтегю Норман, директор Центрального банка Англии, закрывает Британскую империю, 25% мирового рынка от всего мира, то есть от Соединенных Штатов, то есть от Рокфеллеров. Кризис, это одна, с одной стороны вот это было последствием кризиса, а с другой стороны его причиной, то есть здесь такая кольцевая связь. Что делать с Соединенным Штатом? Соединенные Штаты с этого момента ставят несколько задач. Первое, уничтожить Британскую империю, ну и французскую тоже, но прежде всего британскую, французскую легче. Второе, нужно куда-то вкладываться, чтобы вообще развиваться. Значит вкладываться будем в Советский Союз и в Германию. Но главная задача не допустить войны между ними, потому что по американскому плану Гитлер должен был сокрушить Британскую империю и ни в коем случае не воевать с Советским Союзом. А мы, Советский Союз нужен для того, чтобы потом сломать хребет Гитлеру. У британцев другой план. Им Гитлер нужен для того, чтобы он сломал хребет Советскому Союзу и решил здесь эти проблемы. То есть Гитлер оказался ключевой фигурой и для американцев, и для британцев, но с разными целями. Самая главная задача американцев была не допустить, долго, по крайней мере, не допускать войны между Советским Союзом и Германией. Поэтому в 1937 году Рузвельт высказал мысль эту, о которой я сейчас скажу чуть позже, а в апреле 1941 года Конгресс это зафиксировал. Мысль очень простая. Если Германия нападет на Советский Союз, мы будем помогать Советскому Союзу. Если Советский Союз нападет на Германию и, дальше очень важная еще формировка, или позволит себя спровоцировать, мы будем помогать Германии. То есть не смейте воевать друг с другом. Но нужно сказать, что британцы в этом отношении переиграли американцев, они сумели толкнуть Гитлера на Советский Союз. ГЕС, по-видимому, получил целый ряд гарантий, поэтому документы по ГЕС засекречены до 2050 года. Поэтому ГЕС, который не мог сам бриться, даже побриться, он каким-то образом покончил самоубийством после того, как Горбачев сказал, мы не можем его задержать. То есть здесь вот схема такая. Здесь не просто так вот началась война, потому что кто-то во что-то вкладывал. Поэтому здесь все-таки эта аналогия, она такой носит внешний характер. Что касается конфликта вооруженного Китая и России, то на него мировая верхушка пойдет только в крайнем случае, если процессы и в Китае, и в России выйдут полностью из-под ее контроля. Вот здесь они могут постараться. Ведь что произошло в конце 30-х годов, чтобы продлить аналогию? У Гитлера не было валютных резервов, ему дали Австрию, получи валютные резервы. У Гитлера не было военно-промышленного комплекса, да вот тебе Чехословакия. А вот Гитлер не собирался. На тот момент воевать с Советским Союзом у него силенок не было, поэтому он сделал с Чехословакии очень интересную вещь. Он Чехию превратил в протекторат Богемия Моравия, а Словакия самостоятельное государство, формально самостоятельно, под его личным патронатом. И британцы поняли, что он соскакивает с ключка, была дана команда Польше потребовать от Гитлера, чтобы Словакии им передали в качестве протектората. И тогда Гитлер понял, что полякам, которых, кстати, Черчилль назвал европейским шакалом, им нужно дать по рукам, чтобы его больше не беспокоить. Чтобы дать по рукам, нужно договориться с Советским Союзом, что Советский Союз не вмешался, не дай бог, на стороне поляков. Вот такая комбинация войны. То есть война с пусковым крючком была то, что Гитлер попытался соскочить с крючка. То есть он вышел из-под контроля. Вот ситуацию в российских и китайских отношениях, при том, что мы сейчас такие серьезные союзники, но мы с Гитлером тоже были союзники какое-то время. Конфликт, западная верхушка может попытаться развязать в том случае, если и Китай, и Россия начнут активно выходить из их проектов и создавать какой-то свой проект. Вот здесь можно ожидать совершенно всякого. То есть если условно страновая элита пойдет против воли элиты на национальную. Да, скажем, китайское руководство и российское руководство действительно договорятся, не просто будут говорить о стратегическом союзе, а договорятся о каких-то действиях. Если шелковый путь новый заработает для Китая и России, а не для Ротшильдов и Рокфеллеров, вот здесь могут быть всякие серьезные вещи. Поэтому нужно быть всегда готовыми. И бронепоезд должен быть на запасном пути, порох должен быть сухим. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути. И машинист трезвый. И машинист трезвый, это точно. Ну, у нас машинист был нетрезвый в 90-е годы. Слава богу, сейчас у нас машинист трезвый. Мне очень понравилась фраза, которая, она такая вроде пустячок, но она ходит с шуткой сейчас в интернете, когда Зюганов попросил нашего главного начальника его принять, наш президент сказал, конечно, это лучше, чем разговаривать с Керри. Это ясно был посыл, так сказать, в отношении Керри. Хотя, я думаю, что если победит Хиллари Клинтон, то я думаю, что времена Обамы и Керри мы будем вспоминать как очень светлые времена в наших отношениях с Соединенными Штатами. Потому что женщина, она явно отмороженная. А как вы оцениваете победу того или иного и вариант скатывания Штатов в некий хаос, может быть, вплоть до Майдана или Гражданской войны? По ощущениям? Я не думаю, что это вероятно. Последнее. Да, скатывание в Гражданскую войну все-таки не очень вероятно. Или госпереворот. Но, вы знаете, вот один человек, который, причем это, я не буду называть его имя, это один из крупнейших американских аналитиков, которого Трамп приглашал к себе в штаб. И фактически ему предлагалось то место, которое когда-то занимали Киссинджер, Бжезинский. И вот этот аналитик, он отказался. И отказал, ну, официально он отказался, потому что, ну, чего сейчас говорить, еще победы нет. Но на самом деле этот аналитик просто опасается, что Трампа могут убить. И не случайно в интернете прошла информация, что, во-первых, Трамп сразу же заключил контракт с очень серьезной охранной фирмой. И в интернете была информация, что Обама, это нужно проверять, но это похоже на правду. Но, что Обама якобы сказал, что если на Трампа будет совершено покушение, не дай бог, он будет убить, он прикажет арестовать Хилари Клинтон. То есть он сразу указал. Да, он сразу указал. Дело в том, что за семьей, за Читой Клинтон, ну, там кровавый след, совершенно, так сказать, такой несколько десятков трупов. И поскольку эта семья очень хочет прорваться в Белый дом, сейчас американская верхушка, она перед очень серьезным выбором. Они очень не хотят гражданку Клинтон по целому ряду причин. Но приход Трампа, то есть гражданка Клинтон придет и будет говорить, так, ферзь будет теперь ходить как конь. Но вот если придет Трамп, он вообще фигура смахнет. И это изменение политической жизни страны. Я согласен с теми нашими аналитиками, которые считают, что Трамп – это последняя попытка Белой Америки среднего класса заявить свои права на существование. Потому что в Америке сейчас хорошо жить очень богатым и бедным. Средний класс, его положение ухудшается. Причем средний класс – это в основном белое население, которое считает себя, оказавшись в худшем положении, вплоть до того, скажем, если черный убивает белого – это бытовуха. А вот если белый убивает черного – это, так сказать, на российской почве обязательно. И эти люди чувствуют, что над ними просто смыкается волна прогресса. Для них очень нехорошего прогресса. И вот они ориентируются на Трампа. Ну и, безусловно, в Трамп вложился целый ряд, так сказать, праворадикальных людей. Очень многие просто не хотят за Клинтоних уголосовать. То есть, вот ситуация, при том, что больше шансов, конечно, у Хиллари Клинтон. Но всяко может быть. Всяко может быть. Например, Всевич считали, что в начале 90-х должен победить Буш-старший. У него были все шансы победить. И, кстати, в России тогда, условно говоря, был бы не Черномырдин, а была бы команда Скокова-Сосковца. Но внезапно победил Клинтон. И контрагентами оказались Черномырдин, Чубайс и, так сказать, другие люди. Вообще, безусловно, сейчас многие сдвиги во многих странах, и в Европе, и в России, и даже в Китае, они, безусловно, произойдут в зависимости от того, кто победит на выборах в Соединенных Штатах. Это серьезная вещь. Вот эти выборы, они действительно верховые. И с точки зрения отношений в верхушке, и с точки зрения отношений между различными слоями американского общества. Это действительно последняя попытка среднего класса, американского, так сказать, белого. Но вот чтобы их не захлестнула некая волна. Смотрите, вот условно, и Рокфеллеры, они выиграли у Ротшильдов обе войны. Обе войны. По всем признакам и по словам некоторых значимых персон нашего мира, мы находимся, сегодня живем вот в условиях Третьей мировой войны. У кого больше шансов? У Ротшильдов или у Рокфеллеров? И не станут ли выборы США вот этой решающей схваткой в этом противостоянии? Ну, вы знаете, я думаю, что решающие они не станут, потому что они будут долго еще выяснять свои отношения. Но, вы знаете, вот по поводу войны, они действительно, вы правы, они выиграли войну. Ну, с одной стороны они выиграли, а с другой стороны, я обо многом договорились. У Александра Александровича Зиновьева есть такая картина «Две крысы». Вот они правыми лапками душат друг друга, а левыми они, так сказать, ручкуются. Вот отношения Рокфеллеров и Ротшильдов, они, вот, так сказать, такие. Я повторяю, верхние 20-25 кланов, они договорятся между собой. Притом, да, они, так сказать, воюют, но, тем не менее, они делают и шаги друг другу навстречу. Кроме того, вот обратите внимание, за последнее время Ротшильды сделали шаги и Рокфеллера друг другу навстречу. Католическая церковь сделала шаги навстречу, так сказать, православной. То есть, мировая верхушка понимает, что идут очень серьезные, грядут очень серьезные изменения. И, с одной стороны, они находятся в конфликте, а с другой стороны, они понимают, что нужно договариваться, потому что ставки настолько высоки, что неосторожный шаг, он может все совершенно обрушить. И поэтому лучше договариваться. В чем трудность прогнозирования в таких ситуациях, в которых мы оказались? Противополствующие силы примерно равны. Примерно равны. И мир находится в точке бифуркации. И здесь вот любой неосторожный шаг, он может вызвать очень серьезные последствия. Я проиллюстрирую это примером из фильма «Профессионал» с Бельмондо, где главный герой Бельмондо и человек, который его преследует, полицейский, мерзавец, вот они стоят друг против друга и держатся за револьверы. И едет цветочник с цветами. И цветочник падает. И в этот момент они выхватывают и начинают стрелять. Не упадет цветочник, они бы не начали стрелять. Поэтому вот ситуацию разбалансировать может событие не в отношениях условных Рокфеллеров, Ротшильдов. Это может быть событие, какое-то очень-очень небольшое событие, где-то на периферии системы, которая может стать триггером. А потом все поймут, что это вовсе не триггер, но все настолько находится в напряжении, что вот это событие может стать триггером. Есть две популярные системы рассуждений. Это государство центричное и капитала или клана центричное, назовем. Касательно национальных. Но государство центричное в системе уже, по-моему, более 400 лет. То есть, начиная с Вестфальской системы. Вестфальского мира, да, совершенно верно. Я к этому и подвожу. Не изжелали себя Вестфальская система? И что вместо нее? Нет, Вестфальская система, безусловно, она существует еще, но она ломается. И мир сейчас значительно сложнее. Я проиллюстрирую это примером большой игры в Центральной Азии в конце 19 века. Было две империи. Британская и российская. А вот та большая игра-2, которая сейчас развивается в Центральной Азии, там есть Россия, Китай. То есть, есть целый ряд государств. Помимо, там было две империи, но здесь еще есть теперь Иран, Турция. Следующее. Есть транснациональные корпорации, есть криминальные синдикаты, наркосиндикаты. И есть спецслужбы, которые действуют как автономные акторы. То есть, современный мир, конечно, это очень сильно деформированная Вестфальская система. Евросоюз – это отрицание Вестфальской системы. Дальше. Если брать мир за пределами Европы, то там тоже государство дышит на ладан. Очень многие государства представляют собой картографическую реальность. Нет реального государства Заир, нет реального государства Колумбия. Есть различные зоны различных. Нет государства Сомали. Я не уверен, что есть государство Афганистан. Более того, мы видим, как американцы посредством арабской весны просто уничтожили, не просто государство, а не уничтожили государственность на Ближнем Востоке. Потому что государство Сирии как таковое сейчас не существует. Здесь зона, которую Асад контролирует при нашей китайской помощи. Ливии нет. Ирака нет. Сирии почти нет. Югославия уничтожена. И я не уверен, что кто-то рискнет сказать, что у тех государств, которые появились на месте Югославии, они обладают серьезным суверенитетом. Да, Вестфальская система почти в руинах. Она еще дышит. Но это такое предсмертное дыхание. И в этом отношении вот что осталось от той эпохи, от эпохи национальных государств. Я не говорю сейчас там Вестфальский мир. Соединенные Штаты это в значительной большей степени класть от транснациональных корпораций, чем государства. Есть Россия. Она тоже значительно слабее, чем Советский Союз. Но здесь какая-то государственность сохраняется. По крайней мере, в после Ельцинский период кое-что было восстановлено. Но вот, да, действительно, вы правы. Вестфальская система находится при смерти. И на смену Вестфальской системе идет мир, который очень похож на мир докапиталистический. Возьмите Европу, скажем, там 14-15 века. Ганза, Союз Городов. Венеция, город-корпорация. Епископство, Ватикан. Возникающие национальные государства Англии и Франции. Вот то же самое и сейчас происходит. Если действительно американцы запустят в 2019 году первый плавучий город на 50 тысяч человек, а они собираются до 29-го года запустить их 10 штук, это 500 тысяч человек. Вся американская элита уходит в экстерриториальные воды. И судя по тому, что кто задействован в этом процессе, вложились все серьезнейшие корпорации американские. И очень показательно, кто руководит этим процессом. Внук Милтона Фридмана. То есть, все очень и очень серьезно. Может, в 2019 году не спустят первый плавучий дом. Я, кстати, когда посмотрел в интернете проекты, но я, поскольку вырос на журнале «Техника молодежи» в первой плане 60-х годов, практически это то, что разработали советские инженеры в конце 50-х, начале 60-х годов. Достаточно посмотреть наш журнал «Техника молодежи». Вот американцы сейчас это запускают. Может, они и запустят. Но то, что мировая верхушка хочет уйти в экстерриториальные зоны на суше, то есть, там клавы, там, типа, условно, Сингапур, Гонконг, где-то еще, в плавучие города, это лишний раз говорит о том, что вот эта верхушка, она хочет себя сегрегировать от основной массы населения, жить вот отдельно. Как это описано, так сказать, по-другому, несколько в романе Станислава Лема «Эдем». Там тоже эта ситуация, вот на этой, так сказать, планете она описывается. То есть, мы действительно видим совершенно-совершенно другой мир. Ведь что такое и Сингапур, и Гонконг, и современные транснациональные корпорации? Трудно сказать, какие государства вообще, строго говоря, в современном мире имеют суверенитет. США, да, но американский суверенитет – это совокупность нескольких транснациональных корпораций и плюс бюрократия, которая находится с ними в сложных отношениях, но в основном обслуживает. Дальше, Китай. Да, у Китая, безусловно, есть суверенитет, но там тоже есть проблемы. У России неполный, безусловно, неполный суверенитет, даже в информационной сфере неполный. Я понимаю, что целый ряд наших радиостанций, они, так сказать, допускаются властью совершенно сознательно, но, с другой стороны, они транслируют чужое влияние в информационной среде. Поэтому с суверенитетом все очень непросто. Хорошо, а вот этот процесс банки и глобальной корпорации против государств, вместо государства? Вместе с государством. Вы знаете, здесь есть один очень интересный момент. Банкам и корпорациям современное государство нужно, вы знаете, в очень смешном качестве, бухгалтерская книга. Это их бухгалтерская книга. У меня есть знакомые экономисты, ребята, как раз, которые развивают эту тему государства, как бухгалтерская книга крупных корпораций. А куда положить долг? Кто, так сказать, через кого взимать долг? Через государство. То есть государство оказывается пристегнутым корпорациям. Но от функции государства остальное остается только одно – насилие и бухгалтерская книга. Как сказал Зигмунд Бауман в работе «Глобализация», он процитировал одного мексиканца, что в современном мире государство исполняет стриптиз, оно скинуло все одежды, кроме социального насилия и какого-то небольшого регулятора рынка, опять же, в интересах самого рынка. А смогут ли наднационалы контролировать и влиять на мировые процессы в реалиях нынешнего банка корпоративного мира, скажем так, опираясь только на банки и корпорации? Нет. Для этого нужны… Но государство ведь, как вы говорите, представляет скорее формальное образование. Во многом отношении. Значит, для… Вот пока существует… Знаете, я скажу так. Пока существует Россия и Китай, пока они не развалились на части, нечто вроде государства, западной верхушки нужно. Вот когда этого ничего не будет, тогда достаточно частных военных компаний, корпоративных армий. Но дело в том, что… Вот если мы посмотрим, опять же, на древний мир, на средние века, вот взять ту же Венецию. Вот это, так сказать, такой петличный пример, так сказать, корпорации. И не случайно венецианский Лев перекочевал сначала в Голландию, а потом в Великобританию. Тем не менее, корпорации и банки в целом ряде зон сталкиваются с угрозой. Ну, появляется некий местный лидер. Условно говоря, Саддам Хусейн местный, который начинает собирать территории и бросать им вызов. Значит, нужна какая-то сила. Ну, возможно, это будет объединенный блок военной крупнейших корпораций и банков. Но, повторяю, пока существуют Китай и Россия, эта проблема для Запада неразрешима. Они должны будут сохранять государство США, даже в том виде, как он существует, как военный кулак. А фактор личности в этой схеме, насколько играет он большую роль? Появление какого-то человека, который... Вы знаете, обратите внимание, что сильные личности в последние 200 лет, смотрите, вот сильные личности мы сразу вспоминаем. Наполеон, Гитлер, Сталин. А мы вспоминаем каких-нибудь сильных личностей, сопоставимых с них в англосаксонском мире. Ну да, Черчилль, ну да, Рузвельт, Питт младший, Питт старший. И создаются впечатления, что англосаксонский мир за 200 лет личности серьезных не выдвигал. И это неудивительно. А им не нужны личности, у них есть система. Они каждый... Человек и система. За них работает система. А здесь нужно, чтобы появился лидер. И этот лидер, на самом деле, этой системе проигрывает. Наполеон проиграл, Гитлер проиграл. Правда, он проиграл англосаксон, сокрушенный русскими. Ну так это значит мастерство англосаксов бросать Россию. И Россия решала, примерно, свои проблемы. Но каждый раз бросать Россию, чтобы она давила Вильгельма, Гитлера, Наполеона. И этот процесс тоже такой очень противоречивый и неоднозначный. А в нынешних условиях, поскольку все ускорилось, здесь очень часто вообще трудно прочитать последствия. То есть в современном мире должна, на мой взгляд, появиться генерация политиков, которые играют в такие, они называются, мерные или мерцающие шахматы. Там условия игры такие, ты можешь в любой момент поменять фигуру. Вот у тебя стоит конь, ты взял и сказал, а теперь будет слон. И когда ты играешь в эти шахматы, ты должен просчитывать, что конь, а на его месте может слон быть, а на его месте ладья. Или пешка, которая ход, и она становится там ферзем. Я думаю, что в ближайшие 15-20 лет такие лидеры должны появиться. Причем появиться они должны не в самых благополучных странах, поскольку это закон серьезной спецслужбы. И серьезные лидеры возникают не там, где сильна система, а там, где она слаба и нужна компенсация. Пришла в голову аналогия. Это вот как 2D мышление, а сейчас нужно 3D мышление. 3D, совершенно верно. Вообще, адекватное мышление – это очень серьезная вещь. Реальная картина и адекватное мышление – это очень серьезное психоисторическое оружие. Помимо прочего, 21 век выиграет тот, у кого есть реальная картина мира. Из того, что я наблюдаю, та аналитика, которая мне доступна в глубоком, закрытом и открытом интернете, у меня нет впечатления, что, по крайней мере, последние 10 лет, что кто-то в мире обладает полнотой реальной картины и понимает, куда движется мир. Потому что все зависит от того, как мы оцениваем движение мира. Одно дело, нам вбили в 1991 году, что все, коммунизм проиграл, теперь будет капитализм. Я в 1996 году написал работу «Колоколая история», в которой сделал вывод, что разрушение коммунизма – это начало конца капитализма. То, что мы видим за последние 15-20 лет, я считаю, что доказывает именно этот тезис. И, на мой взгляд, происходит с середины 70-х годов, аж с середины 70-х годов, очень простой процесс. Мировая верхушка демонтирует капитализм как систему. Кстати, в 2012-2013 годах на Довозском форуме об этом говорил Шваб, что капитализм больше не соответствует миру вокруг него. И мировая верхушка действительно демонтирует капитализм, потому что он отработал свое. Им нужен другой строй, значительно менее эгалитарный, значительно более жестким социальным контролем. Никакой демократии, все ликвидит, никакого среднего класса. Есть богатый, есть бедный. И вот этот процесс и идет в современном мире. И вот если этот вектор мы считаем определяющим, это одна картина мира. А если другое, что что-то другое. Во время Эйнштейн, он повторил, по-моему, это сказал Гейзенберг, физик. Будете вы наблюдать то или иное явление, зависит от того, какой теорией вы пользуетесь. Вот в этом отношении очень важна теория современных мировых процессов. Кстати, Сталин это очень хорошо понимал, он незадолго до смерти сказал, что если мы напортачим что-нибудь нашей хозяйственной политики, мы можем исправить. А вот если мы допустим ошибки в теоретическом анализе, вот это будет очень плохо. И дальше цитирую дословно, без теории нам смерть, смерть, смерть. Это и произошло, потому что с середины 50-х годов произошло окостенение советской марксистской теории. Она абсолютно превратилась в такую пропагандистско-идеологическую схему. Я уже не говорю о том, что само советское общество было табу для реальных исследований, которые проводились в советском обществе. Поэтому Андропов и сказал, став генеральным секретарем, мы до сих пор не знаем общество, в котором живем и трудимся. И это было, кстати, не главное, но одной из причин нашего поражения мы не понимали собственного общества. Ведь в чем была проблема, в чем была проблема, главная такая проблема, экзистенциальная Советского Союза, как системного антикапитализма. Советский Союз был отрицанием капитализма, он был антикапитализмом. А в то же время производственная база была та же, что и у капитализма, индустриальная. То есть Советский Союз должен был превращаться в посткапитализм, из антикапитализма в посткапитализм. Для этого нужно было... То есть играть на опережение. Да, для этого нужно было решить три задачи. Для этого нужна была новая система управления, которая вытащила бы за собой новую систему производства. Новая энергетическая система, которая оставляла нефть в офсайде. И нужна была оборона всего этого, мощная, которая бы это защитила. В начале, в середине 60-х годов все это было у нас. У нас была система Академика Глушкова, которая новая кибернетическая система управления обществом. Причем это настолько взволновало американцев, что при Линдоне Джонсоне была создана комиссия, группа. Она существовала два года. Пока совсем Академика Глушкова не отказались в Советском Союзе от его начинаний. Она так и называлась, как мешать Академику Глушкову. И система Академика Глушкова била одновременно по номенклатуре. Потому что, если бы она вводилась, уже нельзя было бы химичить с приписками в Совете Министров. С одной стороны, номенклатура должна была бы сократиться как минимум процентов на 30. И очень многие решения были бы прозрачными вообще в обществе. Ну и смертельный удар Глушкову нанес журнал «Тайм», который вышел с его портретом. И написано, что Академия Глушков хочет заменить политбюро кибернетической системой. Значит, Глушкова похоронили эту систему. Следующее. У нас был замечательный ученый Филимоненко. Холодный термоэронсинтез. Если бы это было реализовано, никакая нефть не нужна. И мы бы уходили очень-очень далеко вперед. Но уже тогда значительная часть советской верхушки была вовлечена в нефтяную торговлю еще до 1973 года, до кризиса. И это было не нужно. Ну и кроме того, система закат, закат Америки имеется в виду, или башмак, то, что Глушков взял. Это система челомея. Это оборонительно-наступательный комплекс. Если бы он был реализован, то мы бы оставляли США в военном офсаде лет на 40 примерно. И сейчас разговаривали по-другому. Но все это, естественно, для американцев это был кошмар. Но самое интересное, что советская номенклатура посчитала, что это опасно для ее социальных позиций. И она это все угробила. А раз мы не превращаемся в посткапитализм, логично, что нужно делать? А тогда нужно, может быть, попробовать, как и говорят западные, как мы сейчас знаем, партнеры, конвергенция. Нужно идти к ним навстречу. И вот на этом встречном пути нас и сделали, и финалом этого встречного пути была Горбачевщина. Смотрите, последние полвека приблизительно значительно выросла роль глобальной финансовой олигархии. И более того, появились так называемые инвестфонды, управляющие активами в триллионы, в десятки триллионов долларов, что превышает ВВП многих государств. Например, Vanguard, State Street, Network и так далее. Этими фондами владеют в свою очередь банковские группы, то есть над ними стоят. В этой связи институализация банков в ближайшие перспективы, насколько это реально? И что будет означать это на бытовом уровне для населения? Это очень хороший вопрос. Но дело в том, что сейчас, вот я общаюсь с нашими экономистами серьезными, они говорят, что на Западе сейчас развивается очень интересный процесс. Когда-то, в 30-е годы, произошла революция менеджеров. И менеджеры стали важнее владельцев. Они стали получать баснословные суммы. Вот сейчас начинается контрпроцесс. Владельцы решили, что с этим нужно заканчивать. И начался, и идет противоположный процесс. Это идет анти-менеджериальная революция начинается. Как она закончится, будет зависеть от очень многих других факторов. Но сама вот эта линия напряжения, она еще больше добавляет напряжения в современную мировую ситуацию. Ведь есть еще одна, очень такая неприятная для мировой верхушки линия. Это противостояние старых и молодых денег. Кристин Лагард в 2012 году, 12-13 октября, в Токио, на совместной встрече Мирового банка и Международного валютного фонда, она прямым текстом сказала, что нужно подводить моральную и юридическую базу под раскурочивание вот этих молодых денег, которые нажиты на нефти и нажиты, так сказать, бюрократией, которые чиновниками, которые обслуживают вот этих всех людей. И предпринимается уже целый ряд шагов, чтобы эти молодые деньги подсечь. Но, например, в Соединенных Штатах недавно был принят закон, который ставит под контроль покупку крупной недвижимости. Причем они, человек, который покупает недвижимость, он может даже и не знать, что он оказался под колпаком, потому что это действует через, берут за горло, берут страховщиков. Потому что если ты покупаешь в Штатах собственность, ты ее должен застраховать. Вот к тебе не приходят, приходят к страховщику. Одновременно в Штатах принят закон, что ты человек, который сейчас купил недвижимость, он не может от нее быстро избавиться. То есть, те люди, которые в Штатах купили недвижимость, они сейчас в ловушке оказались. И, как говорят американцы, первые, кого они будут рассматривать, это выходцы из России. Новый премьер-министр Великобритании уже сделала заявление, что они проверят покупку крупной собственности в Великобритании и, в частности, в Лондоне. А Лондон – это Лондонград. Это наша недвижимость. Недвижимость наших российских олигархов, полуолигархов, четверть олигархов и так далее. Я думаю, что грядут очень серьезные внутри капиталистические, выражаясь языком, приблотненные разборки между представителями совершенно различных групп. И здесь возможны очень разные варианты. Не исключено, что появятся какие-то принципиально новые формы сращения между банками и корпорациями. И мы увидим на финишной прямой капитализма возникновение таких форм, которые будут полным отрицанием капитализма. То есть, они будут созданы для спасения капитализма. Но, как это часто бывает, они окажутся тем, что уничтожат капитализм. Как это было в конце феодализма, когда создавались крупные компании, в которые вкладывались феодалы, сеньоры, чтобы торговать на мировом рынке. А оказывалось, они подписывали себе в перспективе, своему слою, смертный приговор. То есть, история очень такая дамоковарная. К сожалению, я должен сказать, в мире очень, не только у нас, но и в мире не так много исследований, структуры и отношений в верхушке мирового капиталистического класса. Вот где-то с 80-х годов западные фонды вообще перестали выделять гранты на исследования мировой верхушки. Потому что это оказалось, так сказать, такое табу. И, кстати, очень интересно, вот как преподается та же политэкономия, история экономической мысли в различных учебных заведениях на Западе. Вот в учебных заведениях для элиты обязательно изучают Маркса и Парета. А для среднего класса там Поппер, Хайк, то есть, грубо говоря, быдло Маркса не надо знать. И Парета – это для тех, кто почищется, это для элиты. А вот, так сказать, быдло – это вот там таких, так сказать, третистепенных политологов, западных, которых сейчас напереводили у нас в России. У нас же в 90-е годы хлынула мутная волна западной политологии и социологии, третисортной, которую нам подали как первый сорт. И наша, так сказать, политология, она взращена на вот этих отходах. Это везде такое, в культуре, в искусстве. Совершенно верно. Сюда сбросили утиль сырье. Я помню, в моем детстве, в конце 50-х годов приезжал старьевщик и, значит, там за УДИ-УДИ, пугачи, сказать, люди несли, детишки несли, чтобы получить этот пугач, какие-то иногда даже хорошие вещи. Вот здесь произошло, происходит то же самое. Мне это напоминает, знаете, еще какой эпизод? Не из моего детства, а из фильма моего детства «Начальник Чукотки». Помните, там такой был эпизод, американцы приезжают, меняют шкурки, а меняют на что? У него стоит патефон и труба. И, значит, он, говорит, тут играет пластинка, и он трубу дает этому местному жителю. Тут уходит, оттуда ничего, звук не идет, он возвращается, американец говорит, давай, давай, ставит туда. Говорит, понял, понял, иди. Он достает следующую трубу. То есть, вот это то, что происходит действительно с кинематографом, с эстрадной музыкой. То есть, формируется одна из вещей, которую мировая элита сделала, и теперь бумерангом бьет по ней, потому что к власти приходят люди типа Кэмерона, Меркель, Оланда. Это быдлоизация сознания. Вот сознание опускается на очень низкий уровень. Делается это сознательно, но это опасная вещь. Ну, это, наверное, в рамках классовой сегрегации. Да, конечно. Но даже если ты для школ и высших учебных заведений частных, своего сословия, там, для двух процентов, ты все делаешь по-другому, рано или поздно общая вот эта вот целая деградация, она придет, она придет и туда тоже. И это вызовет кризис элиты. И тогда появится другая элита, контр-элита, которая не обязательно будет лучше, но она будет более жестокой, готовой, там, лить кровь, там, и так далее, и так далее. Ну, вот, посмотрите, опять же, на того же Кэмерона. Вот я представляю, к нему подходит какой-нибудь наш любезетский парень и говорит, ну-ка, дай гривеник. Все. И Кэмерон сдувается. А надо, так сказать, и сделать. Да, надо, не только, не ты, да, и даже если скажет, нет у меня гривеника, нужно сказать, а попрыгай, а чего в кармане звенит. Вот, вы знаете, вот это, да, безусловно, но вот я думаю, что в Западной Европе эта элита возникнет из тех, кого сейчас называют мигрантами. И в Западной Европе возникает очень опасный раскол. С одной стороны, пожилое, сытое, постхристианское население, потому что никакого христианства уже на Западе нет. Это постхристианское, это вообще пострелигиозное сознание, разлагающееся. А с другой стороны, молодые, агрессивные представители другого этноса и другой религии, причем, которые презирают людей, вот этой, так сказать, европейцев, потому что они не могут свои ценности защищать. Я читал воспоминания одного, переведенные на французский язык, одного исламиста, который до событий 68-го года был левым. И он приехал во Францию в 68-м году, узнал, что там студенческие бунты, он приехал левый поддержать марксистов. Он говорит, что я увидел? Я увидел вот этих вот людей, которых я читал в Женевы, они ходили на дискотеки, занимались групповым сексом, курили наркотики. И говорит, я понял, что я не хочу, я не хочу быть с ними. И он после этого ударился в ислам, вот, и стал одним из лидеров исламистов. То есть, он приехал во Францию, светоч левой мысли, а оказалось, это помойка. И он не захотел в этой помойке участвовать. И вот это очень серьезная штука. Так же, как серьезная вещь, насколько люди готовы умирать за идею. Ведь вот за деньги можно убивать, но за деньги никто не станет умирать. А за идею люди могут умирать. И как ни относись к исламистам, но это люди, вот, они верят. Мы не будем говорить сейчас, какая у них вера, хорошо они делают, плохо, конечно, плохо. Но это люди готовы умирать за свою веру. Европейцы не готовы. И кроме того, демографическая масса давит. Один из лидеров палестинцев в свое время, лет 15 назад, сказал, победа будет за нами. У нас есть страшное оружие. Матка арабской женщины, 5-6 детей. Европейцы просто не воспроизводятся как демографическая масса. Белое население уходит. И если мы посмотрим даже на север Европы, там, Швеция, Норвегия, они уже совсем другого цвета. И бог с ним, что другого цвета. Самое главное, что они не могут защитить свои ценности. И получается, что традиционные европейские ценности сейчас защищает в Европе только одна страна, это Россия. А в подтверждение ваших слов, недавно где-то вычислил, в Немальню, в Швеции, вторая по численности этническая группа после шведов, сомалийцы. Это одна страна. Я вам могу еще один пример привести. Значит, есть ли в Европе сейчас выходцев из арабских и африканских стран в разных странах от 5 до 10 процентов, взрослых детей от 25 до 50 процентов. Самое популярное, часто даваемое имя в Лондоне и Брюсселе – Мухаммед. Приехали. Приехали. Это даже не считая того, что процесс дегуманизации в Европе, который начался там значительно раньше, он достиг уже абсурда. Это одна вещь. И есть одна вещь, которая такая неполиткорректная, но наши серьезные антропологи об этом говорят. О количестве рождающихся белых дебилов в целом ряде стран. Это прямо или в переносном? В прямом смысле, как один сказал мой знакомый психолог, количество дураков, я уж не буду называть сейчас эти две страны, это две супер благополучные страны в Европе. Но они именно занимают первое и второе место по количеству рождающихся дебилов. Одна страна в центре Европы, одна на севере. А мы сидим в обороне все время. Вы знаете, какая штука? Все зависит от того, как ты относишься к обороне. Или от настроения. От настроения. Вы знаете, в конторе был такой хороший термин – активное выжидание. Ну и кроме того, я вспоминаю одно стихо-форение, я сейчас забыл, кто автор. Я не помню его точно, но стихи такие, что вот «Запад рад», что мы стоим на коленях, а мы встали на коленях помолиться перед боем. Так что оборона, обороне – рознь. Это я не для того, чтобы такой ура-патриотический оптимизм нагнать, но я хорошо знаю свою страну, и я знаю, как в разных ситуациях, казалось бы, безвыходных, Россия выскакивает. Не знаю, что так будет всегда, но я так со сдержанным оптимизмом отношусь. Я часто бываю в Европе, и вот однажды я сидел, у меня стукнула эта мысль. Просто, вы знаете, как бывают такие инсайты, озарения. Я сидел во Флоренции в ресторане или в кафе, не помню уже, там шикарные вот эти вот все средневековые вещи, итальянская толпа. И я вдруг подумал, что ведь вот эта итальянская толпа, она имеет такое же отношение к этим памятникам, как нынешние арабы к египетским пирамидам. А вот эти люди, которые сейчас живут, они бы никогда это не создали, они не сделали, они не могут это сохранить. Если европейцы начинают запрещать праздновать Рождество и елку, чтобы не обидеть, скажем, мусульман, ну, это называется, это называется, приехали. Потому что, если ты не можешь защитить свои ценности, или вот, скажем, когда это была история в Кельне, там люди бегали, полицию, так сказать, вызывали, вместо того, что хохотали, некий начистить насильником. И я представляю, в наших Люберцах, например, была бы такая ситуация, и чтобы наши ребята побежали в милицию, так сказать, отделали бы так, что хоть вообще больше, так сказать, детородный орган не поднимался больше никогда. И опять же, здесь нельзя сказать, что европейцы не виноваты в этом. Глобальные элиты воспитывали послушное быдло в течение 70 лет. Особенно они старались это делать с немцами и преуспели. Им нужно было очень послушное, пугливое население, законопослушное. Они его, так сказать, и воспитали. Вот я был на Байкале этим летом и посвечался там с немцами. Правда, это немцы, которые в возрасте 15-летнего возраста уехали из России. Ну, и вот они сравнивают ситуацию, и они говорят о том, насколько, вот, они мне открытым текстом сказали, Россия свободная страна. Говорит, здесь можно говорить о чем хочешь. Вот не нравится тебе там гей-движение, ты можешь сказать, мне не нравится, у вас, говорит, есть свобода слова. Вот захотел там... Сказать педераста. Нет, захотел, например, вот забор, захотел, прислонился, сел. В Германии тоже человек выскочит, скажет, это моя частная собственность, ну-ка иди отсюда. Вот, еще полицию вызовет, так что вот это вот, есть такой термин английский, litigation society, то есть это общество, где все друг с другом судятся. Это, скажем, когда сосед там шумит, ты не выходишь, не говоришь ему там, Вась, ну, кончай вообще, бухтеть, глохни скважина. Вот, там это не делается, там сразу вызывается полиция, которая замеряет штраф, ну и вроде у соседей никаких конфликтов нет, но ясно совершенно, что осадок-то остается, и в следующий раз эти вызовут. Вот, я не идеализирую нашу реальность, и наш покойный писатель Маркеев очень хорошо сказал, что такое русский человек. Русский человек это душа нараспашку и нож за голенищем, так что здесь не нужно иллюзий, но действительно Европа стала очень зарегулированной страной, а зарегулированные страны не могут сопротивляться внешнему воздействию. Они оказываются бессильными, ведь если ты бессилен по отношению к своему правительству, ты будешь бессильный по отношению к мигранту, особенно если будет смычка мигранта и этого правительства в интересах правительства. Это же все понятно. Россия это не грозит? Вы знаете, вот на данный момент России, да, у нас идут очень много, идет целый ряд неприятных процессов, но что у нас в плюсе? В плюсе некоторые наши минусы. Дело в том, что в России никогда не было сильных институтов, у нас все на уровне неформальных отношений, поэтому у нас очень многие вопросы решаются не институтами, и поэтому у нас слабый институт. Ну, хрен бы с ним, решим по-другому. Во-вторых, в России, причем это не с советских времен, а еще раньше, в России многонациональная страна, и в России выработался код такого вот сосуществования представителей различных религий, различных этносов. Это не значит, что нет проблем, но они носят не настолько острый характер, как в Западной Европе. Есть еще один момент. Россия небогатая страна. Здесь основная масса населения живет небогато, и поэтому здесь особо делить людям разных этносов нечего. В Европе, например, раб, который живет в пригороде Марселя или Парижа, он же понимает, что он бедный по сравнению с белыми, и это создает социальную ненависть. Здесь примерно все люди живут одинаково. Есть, так сказать, олигархи, но олигархи у нас тоже разных национальностей. Поэтому это не создает такой ситуации, как возникает в Европе, когда, с одной стороны, условно, арабы, мусульмане, молодые, с другой стороны, европейцы, пожилые, постхристиане. Здесь другая ситуация. Так может проабстрагироваться и отгородиться? Вы знаете, отгородиться в современном мире невозможно. Нет, отгородиться это невозможно. И это не нужно. Лучшая, вы знаете, лучшая изгородь, она находится вот здесь. Я не помню, кто-то из ренессансных скульпторов, у него есть скульптура раб. Человек, у него руки сзади и очень-очень тоненькая веревочка, которую он может порвать в любой момент. Скульптор хотел сказать, что рабство не в веревочке, рабство вот здесь. Поэтому не надо отгораживаться. Нужно просто уважать свое прошлое, свою идентичность и не позволять никому поливать грязью твое прошлое и твои исторические победы. Вот это залог наших будущих побед. Я никогда не забыл, как в Новосибирске ребята-студенты захлопали старшего Чубайса, который говорил, что мы войну отечественную не выиграли, проиграли, потому что у нас были большие потери, пятые, десятые. Ну, его просто захлопали, ему не дали говорить. Так что в этом отношении я сдержанный оптимист. Андрей Ильич, а по каким главным признакам вы фиксируете системный кризис и демонтаж капитализма? Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, сначала нужно договориться об определении. Потому что некоторые полагают, что капитализм, как система, это просто такое своеволие и всевластие капитала и все. Это очень упрощенная точка зрения. На самом деле капитализм – это сложная социально-институциональная система, которая обеспечивает безостановочное накопление капитала, цель капиталистической системы. И в то же время она ограничивает капитал, по крайней мере, в ядре капиталистической системы. Ограничивает его в его же долгосрочных и целостных интересах. Ограничителями служат государство, гражданское общество, массовое образование и политика. Вот все вместе – это и есть капиталистическая система. И вот это стремление капитала вырваться за пределы своих ограничителей, оно и придает капитализму совершенно бешеную динамику. Капитализм сжег себя за 300 лет. Это очень динамичная система. Что мы видим с середины 70-х годов? Государство ослабеет, гражданское общество скукоживается, массовое образование уничтожается, политика превращается в комбинацию административной системы и шоу-бизнеса. То есть убираются институциональные основы капитализма, но это означает, что идет демонтаж системы. Кроме того, есть еще одна вещь. Капитализм для того, чтобы нормально функционировать, он должен иметь, поскольку это экстенсивно ориентированная система, как античное рабовладение, некапиталистическую зону. Упала норма прибыли, я из некапиталистической зоны вырвал кусок, превратил в капиталистическую периферию. Дешевое сырье, дешевая рабочая сила, все счастливы. Мировая норма прибыли поперла вверх, все хорошо. В 1991 году все закончилось. Нет больше некапиталистических зон. А переход, допустим, на следующий технологический уклад. А он не решает. Вы знаете, техника сама по себе не решает проблем. И что значит по поводу перехода на другой технологический уклад? Вот смотрите, на рубеже 60-х, 70-х годов верхушка капиталистического класса заблокировала, по сути дела, промышленное развитие. И перевела все в компьютерные технологии. Потому что они наукоемкие, не требуют большого рабочего класса. Не надо потом будет делиться властью и собственностью. И они создают возможность манипулировать. Вот у нас очень много говорят про технологические уклады. Я не сторонник этой теории. Но давайте посмотрим, какие изобретения были сделаны за последние 40 лет. Прямо такие сногсшибательные. И вот то, что было, скажем, в 30-70-е годы 20-го века, там много чего они придумывали. Что у нас? Компьютер, интернет, мобильный телефон. Все. То есть, я считаю, что правы те исследователи западные, которые занимаются этим, говорят о затухании технического прогресса. И какой здесь технологический? Ну, говорят, он биг конвергенции. Но это пока что разговоры. Поэтому разговоры насчет нового технологического уклада, может будет, может нет. Но нужно помнить одну вещь. Техника и технология это всегда элемент целого. Она сама по себе не бывает так. Вот техническое изобретение сделано и происходят какие-то сдвиги. Есть изобретение и есть нововведение. Китайцы изобрели компас, порох. Но эти изобретения не стали нововведениями в Китае. Нововведениями они стали в Европе. В античном мире были машины. Но они использовались в качестве игрушек. Потому что внедрение машинной техники в античном мире ломало бы рыбологическую систему. Поэтому сами по себе надежда на то, что их технологический уклад сам по себе решит какие-то проблемы. Он решит, если найдется класс, который на него поставит и навяжет свою волю, так сказать, другим классам. С чем, с какой проблемой столкнулся капитализм? Исчерпаны возможности его расширения. Капитализм – экстенсивная система. Кто-то скажет, замечательно. Капитализм будет интенсивным. Он будет идти вглубь. Но дело в том, что для того, чтобы идти вглубь, нужно разрушить вот те ограничители капитала, о которых мы говорили. Интенсивных капитализмов не бывает. То есть, для того, чтобы сейчас капиталистам сохранить свои привилегии и позиции, им нужно демонтировать капитализм. Что они и делают. И это на самом деле реальный системный кризис капитализма. И в этом плане очень важно вот что понять. Без уничтожения Советского Союза, вот этот демонтаж капитализма был бы очень-очень сложен. Потому что Советский Союз – это была альтернатива. Нужно для того, чтобы создавать свой посткапитализм, нужно было уничтожить вот эту альтернативу. Ее и уничтожили. Жак Аттали в «Краткой истории будущего» – это 2006 год книга, писал, цитата. «Капитализм будет развиваться динамичнее, чем когда-либо. Все, кто пророчит его смерть, ошибаются». Конец цитаты. Он лукавил? Безусловно, он лукавил, потому что в той же его работе, которую я тогда же прочел, и мы по ней сделали потом такой большой обзор, он сам говорит о том, что место финансового капитала займет глобальная распределительная экономика будущего. Глобальная распределительная экономика по определению не может быть капиталистической. Как только мы включаем распределение, все, капитализм заканчивается. Кроме того, когда мы говорим вообще о капитализме, смотрите, капитализм – это частная собственность. Сейчас масса законов принята на Западе, которые частную собственность ставят в очень странное и уязвимое положение. Я уже не говорю о том, что никакого рынка не существует. Существует монополия. То есть, в принципе, капитализм уже сейчас подведен к такой черте, где вот-вот и никакого капитализма не будет. И нынешняя борьба за будущее обусловлена как раз тем, каким будет посткапиталистическое будущее. Кто отсечет кого-то общественного пирога? Сколько населения останется на планете? Потому что все разговоры о том, сколько планета может накормить людей, сколько она может выдержать – это разговоры пока что такие импрессионистские. И разброс цифр идет очень разный. Но ясно совершенно, что при переходе от капитализма к посткапитализму значительная часть населения должна исчезнуть. И опять же вопрос, какая исчезнет, кому не будет места на этом празднике жизни. И кроме того, безусловно, произойдет реструктурализация элит. Поэтому старые деньги, старые элиты сейчас так озабочены проблемой раскурочивания молодых денег. Они не хотят их пускать в будущее. И некоторые представители молодых денег уже все поняли. Гейтс, например, сказал, что он своим наследникам оставит очень немного. Остальное он отдаст на нужды человеке, международного сообщества. Вот когда говорят «международное сообщество», меня очень интригует этот вопрос. Он на первый взгляд кажется, в общем, понятно, что такое международное сообщество, а с другой стороны непонятно. Я часто по телевизору, даже у нас говорят «международное сообщество возмущено». И фотография Обамы или Меркель. Это что, это международное сообщество? Наивный вопрос. Индийцы, бассейны Амазонки, пигмеи, экваториальной Африки, папуасы, Новой Гвинеи, австралийские аборигены. Они часть международного сообщества или нет? Ну, то есть, теоретически, вроде бы, часть. Низкокастовые индийцы, это сотни миллионов. Крестьяне китайской глубинки. Они часть международного сообщества? Если быть откровенными, конечно, нет. Международное сообщество – это примерно 2 миллиарда населения, которые подключены к средствам массовой информации, а точнее, к средствам массовой рекламы, агитации и дезинформации, к смрад, и манипулируются ими. То есть, термин «мировое сообщество» – это эвфемизм, это ярлык, который, на самом деле, скрывает верхнюю треть населения планеты, ну и все остальные. И здесь можно задать еще более неприятный вопрос. А вот Россия является частью мирового сообщества или нет? Он нам все время говорит, мы там превращаемся. Можно подумать, что Советский Союз не был частью. Вот Советский Союз точно был частью мирового сообщества. А вот средства массовой информации Запада убеждают нас последние 10 лет, как минимум, что Россия не является членом международного сообщества. Она слишком мало отстояла на коленях, чтобы быть членом мирового сообщества. Нужно побольше каяться. Вот тогда, может, вас примут в мировое сообщество в качестве, так сказать, отставной козы-барабанщика или чего-то другого. А как Украину в Евросоюзе. Да, совершенно верно. Поэтому, когда говорят международное сообщество, у меня был один знакомый, он в таких случаях говорил, когда я слышу это слово, я перекладываю кошелек из заднего в карманы в нагрудный. Вот я тоже, когда слышу слово международное сообщество, у меня появляется такое желание спрятать кошелек. Глобализация. Вот это естественное эволюционное развитие человечества или проекция могущества Соединенных Штатов? Хороший вопрос. Значит, Киссингер сказал так. Глобализация – это просто другой термин для новой фазы американского господства. К сожалению, у нас глобализацию очень часто путают с другими двумя процессами. Интеграция и интернационализация. Интеграция идет вообще со времен неолитической революции. И если мы посмотрим, скажем, даже на средние века, было с 12 по 15-16 века было 8 таких макрорегионов в мире, в старом свете я имею в виду, такие относительно замкнутые торгово-производственные системы. Затем возникает современная мир-система в 16-17 веках. Она в середине 19 века превращается в мировую систему и идет дальнейшая интеграция и интернационализация. Есть два подхода к глобализации как к объективному процессу. Первый – это что? Это вообще давнишний процесс со времен Римской империи. Это нарушение принципа системности и историзма. Я сторонник второго подхода. Глобализация – это сравнительно новый процесс. И у него два аспекта – системный и субъектный. Системный связан с тем, что благодаря научно-технической революции, компьютеры, коммуникации, капитал превращается в электронный сигнал. Я могу одним нажатием кнопки его перебросить из Гонконга в Нью-Йорк. И как Зигман Бауман написал об этом, электронный сигнал, который выходит из одной страны в другую, он не зависит от этой страны, от страны, через которую он проходит и от страны, в которую он приходит. То есть глобализация освободила капитал от контроля государства практически полностью. И вот глобализация – это и есть ситуация, когда основные факторы производства перестают быть вещественными, а главной становится информация. Ведь когда мы покупаем компьютер или флешку, мы основную часть денег платим не за материальный носитель, а за эту структуру нематериальную. Это означает, что с этой революцией впервые ее не верно называть новой промышленной революцией. Это более крутая вещь. Ее можно сравнить с неолитической революцией скорее. Здесь в этой революции научно-технической, информационной, то есть невещественные факторы становятся главными производственными факторами. И это способствует дальнейшей интернационализации и интеграции. Это технический аспект. С точки зрения социально-экономической, социально-политической глобализации – это, конечно же, проект. Но это проект не только американский, это проект североатлантических элит. Это установление контроля над миром и устранение суверенитета. Ведь с точки зрения технической, суверенитет не мешает интеграции и интернационализации процессов. Нам говорят, суверенитет мешает. Мир должен стать глобальным. То есть надо сломать суверенитет, чтобы транснациональные корпорации могли продиктовать условия государству. Кстати, если внимательно посмотреть те предложения, которые идут по транстихоокеанскому сообществу, там четко совершенно прописано, что транснациональные корпорации становятся значительно важнее государства. Они могут подавать в суд на государства. И воспроизводится схема отношений в этом сообществе между корпорациями и государством. Воспроизводится отношение Великобритании и ее колоний. То есть только на месте Великобритании транснациональные корпорации, а на месте колоний государство. Вот это и есть глобализация. То есть глобализация, я бы сказал так, глобализация это тот социально-политический конструкт и строй, с помощью которого определенная часть мировой верхушки хочет установить контроль над остальным человечеством. То есть она ставит себе на службу интеграцию и интернационализацию, которые совершенно такие технические процессы. Но они говорят, но при этом надо сломать суверенитет, а вот это уже социально-политические вещи. Это действительно установление господства транснациональных корпораций. Поэтому, когда нам говорят, что глобализация это объективный процесс и нужно в нее встраиваться, это либо ложь, либо ошибка. А возможен ли новый социализм вместо капитализма, после капитализма, во время? Я стараюсь все-таки им пользоваться другими терминами. Ясно совершенно, что будет пост-капитализм, потому что капитализм свое отжил. Но верхушка мирового капиталистического класса, она не для того 400-500 лет копила богатство, концентрировала власть, создавала национальные структуры, создавала информационные структуры, чтобы уйти. Я думаю, они постараются создать совсем другой строй, причем строй менее демократичный, менее эгалитарный, более жесткий, с дебильным населением и установить свой контроль над ним. Но дело в том, что, конечно, гладко было на бумаге, потому что одно дело ты планируешь, другое дело нечто выходит из-под контроля. Я думаю, что выходов из капитализма будет несколько, не один. Я не исключаю, что один какой-то выход, ну, например, в нашей зоне, в российской, потому что Россия это имманентно антикапиталистическая страна, что здесь будет нечто вроде, мы не знаем, что это будет. Но ясно совершенно, что это не будет похоже на капитализм, и это не будет похоже на такой вот неэгалитарный строй, который планируют хозяева мировой системы. Так что, я не знаю, будет ли это новый социализм, но если учесть, что традиционная русская ценность – это социальная справедливость, и в этом отношении наше население, даже пройдет еще 50 лет, наше население никогда не признает легитимным грабеж 90-х годов. Потому что есть такая ценность, как социальная справедливость. Например, индиец или бразилец, он готов принимать социальное угнетение, он полагает, что это, ну, в одном случае, в индийском – это карма. В Бразилии – это вообще периферия капиталистической системы, там социальное неравенство встроено довольно давно в код жизни. А у нас все-таки было 70 лет социализма, а до этого была общинная деревня. Вот у нас это точно не пройдет. В кризисные времена традиционно поднимают на щит правые и левые движения, полярные. Национализм вплоть до нацизма и социализм вплоть до коммунизма. Последние годы мы видим, что в России засветился, кроме того, и православно-монархический проект. Объединяем это все. Какие прогнозы в этом свете для мира и для России? По правым-левым и для России социально-левых. Знаете, я думаю, что вот те новые правые и новые левые, которые появляются, это не совсем старое, потому что право-левое движение… Их перспективы, скорее, я вот такое тебе задам. Сейчас, я все-таки поясню. Дело в том, что право-левое движение возникло в индустриальную эпоху, когда был рабочий класс, пролетариат, когда был средний слой. Та ситуация, которая в мире складывается сейчас, когда средний слой размывается, когда рабочего класса практически нет. Есть бедный и богатый, и появился слой, который называют прекариатом. Прекариат, то есть от слова прекариус, хрупкий. Это люди, которых в лучшем случае раз в неделю на 4 часа пригласят в магазин потаскать картонные ящики, чтобы им просто заплатить 2 доллара за эту работу и иди гуляй. Вот, здесь, я думаю, здесь будет совсем, скорее всего, здесь появятся другие формы мобилизации, чем вот эта дихотомия правая и левая. Что касается православно-монархического проекта для России, я думаю, он шансов никаких не имеет. Православие и монархия свое отыграли в 1917 году, когда православная церковь сдала царя февралистам. И когда не нашлось никого, кто хотел бы защищать монархию, ведь в белом движении монархистов было менее 10%. Там, в основном, народ был за учредительное собрание и никакой монархии. Кроме того, ту монархию, которую нам сейчас сватают, у нее очень отчетливый иностранный привкус. Это либо английский, либо это гогенцоллерный. А уж представители гогенцоллера в последней мировой войне они вообще служили Гитлеру. И полагать, что эти люди могут сесть на русский престол, это едва ли. Вы знаете, я думаю, что эти формы, особенно монархические, они иными, чем фарсовые, быть не могут. Я думаю, что и то, и другое свое отыграло. Касательно социальных взаимоотношений, есть правдоподобная цифра, что 1% общества владеет 50% материального ресурса. И тенденция усиливается. Да, я вам сейчас приведу цифры, извините. В 2009 году 1% населения мирового владел 44% богатства. В 2014 году 48%. В 2016 году 50%. Это вообще норма для капитализма. Есть очень интересное исследование Тома Пикетти «Капитализм в 21 веке». Оно уже переведено на русский язык, читается очень легко. И Пикетти говорит, что вот это и есть норма для капитализма. Было единственное исключение. Это был период, когда существовал Советский Союз. И когда буржуины должны были откупаться от верхушки своего рабочего класса и от среднего слоя, чтобы, не дай бог, они не проголосовали за левые или вообще, не дай бог, за коммунистические партии. Но рухнул Советский Союз и все вернулось на круги своя. То есть возникает железная пита. И вот этот счастливый период в жизни среднего слоя и верхушки рабочего класса на Западе, это был подарок от Советского Союза на самом деле, от самого факта существования. Сейчас все возвращается на круги своя. Да. А вопрос я разовью. Было ли подобное в истории? И к чему может привести это в ближайшее время? Ну, вообще, неравенство – это норма истории. И были очень краткие периоды, когда немножечко неравенство выравнивалось. Часто это было очень связано с тем, что Римская империя грабила окружающие народы и кое-что доставалось населению. Значит, но нормой является даже не только это, а сохранение власти и собственности в одних и тех же руках. В 2013 году вышло исследование двух историков – американца и англичанина. Сейчас я забыл их фамилии, но они есть в интернете. Они исследовали историю Англии с 1180-х годов до 2012 года. То есть со времен Ричарда Левина и Сердца до наших дней, до Кэмерона. Они исследовали прошлое Англии на предмет власти и собственности. Выяснилось вот что, что в течение 28 поколений с 1180-х годов власть и собственность в Англии принадлежала 1% населения. И в рамках 1% населения почти все были более или менее близкие или дальние родственники. То есть все разговоры о том, что в индустриальную эпоху и с капитализмом горизонтальная мобильность меняется на вертикальную – это как Галич пел, это рыжий все на публику. Остается контроль, остается в руках очень небольшой части населения. Единственный момент в истории, когда была сделана попытка создать общество на основе социальной справедливости и относительного равенства – это был Советский Союз. Со всеми его минусами. Но больше в истории попыток создать государство или даже социальную систему на основе равенства и социальной справедливости – таких попыток больше не было. Проект глобального перемещения, который артикулировался в том числе институтом Брукенса, Лондонской школы экономики, другими закрытыми институтами. О чем и упоминал, кстати, Обама в одной из речей в 2011 году. Хиллари Клинтон говорила о том, что возможно американцам придется переезжать на Украину. Это была информация, и она подтвердилась, это была информация в интернете, что Украина – это замечательная территория, и американцы могут и переехать туда. А какие обстоятельства могут привести к этому? В последние десятилетия все чаще и все больше говорят об угрозе геоклиматической катастрофы. Причем есть пугалки типа планеты Нибиру. Это при том, что планета Нибиру реально открыта была недавно, но никто не знает, она ведет катастрофе, не ведет. Это такая пугалка сенсационная. Есть вещи несенсационные, спокойные. Это затухание гольфстрима, это эволюционный процесс. И есть еще один процесс – это стандартная рутинная перестройка планеты Земля, которая происходит каждые 11,5-12,5 тысяч лет. И нынешняя перестройка началась в начале 20 века, закончится в 30-е годы, 22-го, пик – это первая половина 21 века. Идет перестройка планеты, это проявляется в учащении землетрясений, извержении вулканов. Ну и кроме того, есть проблема Елоустанского вулкана. И вот все это вместе взятое, оно создает для североатлантических верхушек проблему, а куда в случае территории перемещаться. Есть несколько зон. Ну, например, Южная Африка – хороший климат, но южноафриканцы, например, не очень хотят на свою территорию кого-то пускать. Насколько мне известно, Ротшильд и Рокфеллеры скупают землю в Патагонии, особенно при президенте Аргентины Киршнер это был процесс. Но, естественно, главной резервной территорией рассматривается Северная Евразия, о чем в Институте Брукингса и в Лондонской школе экономики было заявлено в 2012 году. Совершенно откровенно, что в случае катаклизмов незаселенная практически Северная Евразия, огромное пространство России, туда можно будет перебраться части населения. Естественно, если это случится, это будет обставлено как помощь, которую Россия оказывает, должна оказать миру и так далее. Это действительно реальная проблема. Как я уже сказал, североатлантические верхушки рассматривают Россию только под двумя углами зрения. В случае необходимости территория театра военных действий по отношению к Китаю и резервная территория. Причем резервная и как пространство, и как ресурсная зона, которая будет стабильной в ближайшие 200-250, может 300 лет. Но с другой стороны, миграционный кризис в Евросоюзе, он же фактически носил искусственный характер. Да, он носил безусловно искусственный характер. Есть афроамериканцы, а афроевропейцев нет. Почему бы не появиться искусственным образом? Дело в том, что вообще-то афроевропейцы уже появились, например, в Швеции. Есть уже афроевропейцы в Швеции. И в Норвегии уже есть афроевропейцы. То есть, это появляется. Но Европа, в отличие от Западной Европы, в отличие от США, все-таки она очень компактная и перенаселенная. Кроме того, если остановится Гольфстрим или, например, будет течь медленней, то и европейцам, и афроевропейцам им станет очень холодно. И жить им там будет тяжело. Это будет как в художественном фильме. Послезавтра. Представляете, температура слетит на 10-12 градусов. Это уже печка, которая греет Европу, она закончится. Тогда эти беженцы из Север-Африки, это локальное перемещение получается? Да, конечно. Потому что это Северная Африка, Европа. И это перемещение, вы правы, но носит искусственный характер. Это делается по нескольким причинам. Когда-то в 60-е годы нужна была рабочая сила. Но нынешние-то мигранты, они вообще работать не хотят. Они хотят просто жить и получать дивиденды. При этом они не хотят интегрироваться в это общество. Они его ненавидят. В отличие от своих родителей, которые благодарны, условно говоря, люди из Алжира приехали во Францию. Они благодарны, что их приютили. А вот их дети уже не благодарны совсем. Поэтому совершенно другое отношение. Но, повторяю, это геоклиматическая катастрофа, это предположение очень серьезное. Но тот факт, что Институт Брукингса и Лондонская школа экономики отработали некий проект перемещения, как это сделать, ну, в общем, это наводит на некие мысли. У меня отношение к этому простое. Нам чужой земли не надо, но и свои ни пяди не отдадим. Пусть обустраиваются в своих условиях. Нас бы, в случае нашей катастрофы, никто бы туда не пустил. Это уж точно. Если не сказать больше, добил бы здесь территорию. Немного из другой отрасли, но важный вопрос. Постиндустриальная эпоха. Миф или реальность? И не есть ли это прикрытие, конкурентное прикрытие, точнее, перехода к новому технологическому укладу? Вообще термин постиндустриальный, это термин лукавый. Когда мы говорим о чем-то пост, это значит, что предыдущая эпоха полностью закончилась, и вот теперь есть новая, но у нас нет для нее еще своего термина. Термин постиндустриальный был бы адекватен в одном случае, если бы не было никакой индустрии. На самом деле индустрия существует. На дне есть небольшая надстройка вот этих компьютерных технологий и всего того, что называют постиндустриальным сектором. Я бы это назвал гипериндустриальный. И здесь вот это изменение термина, оно действительно нужно. Это не игра в слово гипер, это надстраивающиеся. То есть индустрия не отменяется, но над ней кое-что надстроилось. Теперь давайте по-другому посмотрим. В нынешней современной мировой экономике кто создает основной продукт? Экономисты посчитали, что если в 2010 году вычесть из мирового продукта Индию и Китай, то мировой продукт окажется на уровне 1980 года. То есть Индия и Китай дают огромную часть мирового продукта. Теперь задаемся вопросом, а какая часть этого продукта создается ручным трудом? В Индии более 60% создаются ручным трудом. Китайцы говорят, что у них 50% создаются ручным трудом. Я думаю, на самом деле чуть побольше. Но даже если 50% получается, что половина или чуть больше продукта, создаваемого Индией и Китаем, и который вносит огромный вклад в современную мировую экономику, это доиндустриальный труд. То есть у нас есть сектор доиндустриальный, индустриальный и немножечко гипериндустриальный. Это никакая не постиндустриальная экономика, это значительно более сложное образование. Постиндустриальная экономика – это сфера услуг, которая развита в ядре капиталистической системе. И нам всем говорят, что вот это вот и очень хорошо. Давайте назовем продавца менеджером по продажам, врача назовем менеджером по здоровью, и это у нас будет постиндустриальная инновационная экономика. Ну, бред, конечно. Это запудривание мозгов для того, чтобы показать, что все должны стремиться в светлое постиндустриальное будущее. Не надо развивать индустрию, не надо атомную энергетику, а давайте развивать все сферы услуг. И это означает, что сам термин постиндустриальное общество призван сделать одну вещь – законсервировать развитие всех зон земного шара, кроме наиболее важных для мировой верхушки. Вот и все. Конец библейского проекта. Как это понимать и какие последствия для церкви и верующих? Под концом библейского проекта я имею в виду следующее. Значит, нужно, во-первых, понимать, где было начало библейского проекта. Само появление христианства, оформление христианской церкви означало очень простую вещь. Вот, скажем, до возникновения христианства, до оформления христианства способ социальной регуляции, который применялся в Средиземноморье, я называю его египетским. Его крайняя форма римская. Это жесткий внешний контроль. Но на рубеже двух эр возникло более сложное общество, и одного насилия оказалось мало. Необходимо было интериоризировать социальное подчинение, социальный контроль внутрь человека. И нужно было изобрести новые формы социального контроля. И тут подвернулся, так сказать, Иисус Христос с его эмансипаторским таким, так сказать, рывком. За 200 лет этот эмансипаторский проект Иисуса был превращен в христианскую церковь, в библейский проект. Библейский проект – это форма такой социальной приватизации, революционного порыва некой группой, которая просто на этом выстроила себя как организацию. И худо-бедно этот проект существовал более 1500 лет со своими кризисами, с отпадением католицизма от ортодоксии, с возникновением протестантизма. В XVIII веке стало понятно, что религиозная версия библейского проекта не работает. Сделали светскую версию. Сначала просвещение, потом марксизм. А в XX веке оказалось, что где-то в 60-70-е годы оказалось, что все это не работает. Работает библейский проект, как форма контроля, социального контроля эндоризированного человека больше не срабатывает. И стал вопрос, чем его заменить. Ясно совершенно, что церковь в современном мире эту проблему не решает. Она решает свои проблемы. Как сохранить власть, привилегии, собственность и так далее. Это их проблемы. Но в верхушке мировой системы нужно что-то новое. И я думаю, этим может стать прямой контроль над психосферой с помощью чипизации, психоделиков. То есть это то рабство, которое человек сам будет приветствовать. Но здесь уже не будет никакой религии. Здесь будет магия. И кое-что уже видно. Например, в фильме о Гарри Поттере это словословие магии на самом деле. То есть магия берет реванш за то, что она когда-то в 16-17 веке проиграла. Ведь почему иезуиты так поддержали развитие науки? Главными врагами иезуитов были магические алхимики. И они полагали, что вот это и есть главный враг. Поэтому они поддержали науку, рациональную философию Декарта. Химию поддержали против алхимии. А вот теперь магия берет реванш. И в этом отношении это не значит, что церковь исчезнет. Конечно, будут оставаться и верующие, и церковь. Но то, что библейский проект утрачивает позиции основного средства духовного контроля над обществом, на мой взгляд, совершенно очевидно. Является ли преемственность русской власти необходимым условием для смены вектора или даже шире парадигмы развития России как государства? В русской истории преемственность носит очень интересный характер. Это преемственность через разрыв. Будь то Иван Грозный, Петр Первый, большевики. Это была преемственность через разрыв. То есть, логически это была преемственность, а исторически разрыв. В этом отношении 1991 год это исключение. 70% номенклатуры стало представителями новых господствующих групп, а в провинции 80%. То есть, 1991 год это первый случай в истории России, когда у нас действительно есть преемственность элиты. Другое дело, что это была за элита? Это была элитка. Позднесоветская элита была очень низкого качества. И логику ее развития можно определить одним словом – деградация. И в этом отношении постсоветская элита, она еще хуже качеством, чем позднесоветская управленческая элита. Но вот между ними такая же разница, как между продавцом и менеджером по продажам. Можно переназваться, но суть от этого не меняется. И при том качестве интеллектуальном и волевом правящего слоя, который сформировался после 1991 года, трудно представить себе какой-то серьезный прорыв в будущее. Тем более, что слой этот неоднороден. Он делится на две части. Я их называю условно приказчиками и контролерами. Приказчики – это прямые выходцы из ельцинской шинели. То есть, те и другие вообще вышли из ельцинской шинели. Но приказчики готовы сдать страну транснациональным корпорациям. И готовы быть при них приказчиками. Они не понимают, что транснациональные корпорации, если придут, вышибут их ввиду их низкого профессионального, интеллектуального и волевого уровня. Кроме того, принесут, бросят кость населению в качестве «вот-вот, получите коррупционеров, выдаем вам их головой, делайте с ними что хотите». Ситуация контролеров сложнее. Дело в том, что они сторонники неолиберальной модели, так же, как и приказчики. Но они полагают, что они сами здесь будут разбираться. С транснационалами можно договориться. Медведь свою тайгу не отдаст. И мы здесь сохраняем суверенитет. Более того, у нас должна быть некая экспансия в мировой экономике. Пусть не такая, как у транснационалов. Но мы тоже не лыком шиты. Мы хотим получить свою долю. Противоречие здесь заключается вот в чем. Если ты хочешь противостоять транснационалам и приказчикам их агентуре здесь, в России, ты должен опираться на население. А как же ты опираешься на население, если ты проводишь непопулярные реформы ЖКХ, здравоохранение, образование, науку рушишь и так далее. То есть, либо одно, либо одно, либо другое. И это реальное противоречие, которое отражает реальные политэкономические проблемы постсоветского общества. А политэкономические, они очень интересны. Забытый, почти забытый ныне Маркс в 24 главе «Капитала», которое называется «Первоначальное накопление капитала», выдал такую ситуацию. То есть, сначала происходит первоначальное накопление капитала, которое к капитализму не имеет отношения. Это не капиталистическое накопление. Это грабеж. Это огораживание в Англии. Это пираты. Пароход Дрейка вдоль Тихоокеанского побережья Южной Америки принес такое богатство. В Англии, что она могла заплатить государственный долг, а половина еще осталась. То есть, это не капиталистическое накопление. За ним следует капиталистическое. Но это так, как в ядре кап-системы. На периферии и полупериферии капиталистическое накопление и первоначальное, как не капиталистическое, существует. Более того, первоначальное постоянно подсекает капиталистическое. Это именно то, что у нас происходит после 1991 года. Мне уже не раз приходилось об этом говорить, повторю. Приходит новый губернатор в область. Что он делает? Он отнимает имущество у свойственников и родственников прежнего губернатора. То есть передел имущества, передел собственности. При этом собственность не превращается в капитал. Она крутится во внеэкономической сфере, вне капиталистической сфере. Поэтому у нас возникает странная комбинация капиталистического и некапиталистического укладов при господстве власти над собственностью. Потому что у нас собственность до сих пор зависит от того, ты при власти или нет. Если ты при власти, ты собственно. Нет, пошел вон. И в этом отношении получается, что поскольку старый строй ушел, а новый окончательно не оформился, у нас происходит самовоспроисводящееся разложение позднесоветского общества. В результате не формируется новое общество, а есть общество каша, в котором нет среднего слоя, нет, строго говоря, рабочего класса. А есть такие призрачные общности, есть призрачные собственности, есть призрачный капитал. Все призрачное. Это все не откристаллизовавшееся. С другой стороны, поскольку не откристаллизовалось, нет острой классовой борьбы. И это другая сторона этого процесса. То есть вот у нас такой 25-летний выверт, но он не может существовать долго. Рано или поздно кто-то должен взять верх. И хотя скорее приказчики или контролеры, и хотя скорее всего дело кончится компромиссом, но в этом компромиссе кто-то должен быть сверху, а кто-то снизу. Сакральность власти в России, если премьер-министр ее собственноручно десакрализирует, то наш президент является чуть ли не мировым образцом в этом смысле. Вот насколько это важно для России, для современной России? Сакральность власти в России всегда была важна. И вот когда вы сказали, что премьер-министр ее десакрализирует, а президент является представителем такой сакральной власти, это как раз и есть отражение. Вот это политэкономических процессов, это отражение противостояния приказчиков и контролеров. У контролеров власть должна, поскольку для контролеров главная власть, власть должна быть сакральной. Но если власть сакральная, то на Красной площади нельзя устраивать каток, там нельзя устраивать книжные ярмарки, это сакральное место. И балаган туда пускать не надо. В этом отношении опять же возникает противоречие. Контролеры нуждаются в сакральной власти, но они не понимают эту сакральность, они ее чувствуют. Потому что они приходили к власти в то время, когда с нее содрали сакральность. И в этом отношении на будущее наибольшие шансы имеет такой представитель власти, который наденет вот эти сакральные ризы очень четко. А не как, так сказать, дополнение к дорогим часам, там, Мерседесу и так далее. Этническая чистота русской власти. Насколько это необходимо? Вы знаете, русская власть никогда не была этнически чистой. Русская власть оформилась при Иване Грозном, у которой был по одной линии он был Рюрикович, по другой он был потомок Мамая. Елена Глинская, это Мамай, когда потерпел поражение, он бежал в Литву, получил город Глинск. Глинский – это его потомки. А по третьей линии это вообще, так сказать, он представитель византийских императоров. То есть даже в этом отношении. Если мы посмотрим на русское дворянство, оно состояло из трех частей в 16-17 веках. Русские, татары и Литва Гереминовичи. А к ним в 18 веке добавились немцы, а в 20 веке добавились евреи. То есть русская власть в этническом плане никогда не была чистой этнической. И здесь, поскольку Россия многонациональная страна, русская здесь понятие не по крови, а по истории, по культуре и по самоощущению. Мы живем в такое время, что приходится касаться и таких ненаучных понятий, как политология, дисциплин. Ненаучных дисциплин, как политология. И давайте мы в этой грани пообщаемся политологическими терминами. Как бы вы характеризовали логику внешней политики России, начиная с 2012 года, с третьей каденции Путина? И в какой мере внешнеполитический курс сегодняшней России определяется интересами внутренних углевародородных монополий? Ну вот у Высоцкого такие строки были в одной песне, что мы начали собирать наши пяди и крохи. Вот с 2012 года мы начали собирать наши пяди и крохи. Жизнь заставила. Я думаю, что последней каплей была смерть Каддафи. Когда стало понятно, так сказать, нашей правящей группе, что с западной верхушкой невозможно договориться. Даже по поводу своего физической, своей безопасности. Потому что, когда Хилари Клинтона приехала в Ливию, у Каддафи впервые заработал мобильный телефон. И он стал выезжать из города. То есть, по-видимому, ему даны были гарантии. А потом его убили. И под это радостное вау Клинтонихе, которая была рада, что убили человека. Я думаю, что вот это для нашего руководства стало каким-то моментом истины. Стало понятно совершенно, что тебя не просто могут в Гагу отправить, а могут физически уничтожить. И договариваться нельзя. И кроме того, я помню, какое давление оказывалось на Путина, чтобы он не шел на новый срок. Это мне напомнило, когда Байден приехал и откровенно ему говорил, что Россия устала от него. Мне это очень напомнило ситуацию начала 1917 года, когда английский посол пришел к Николаю II и начал ему говорить, что он должен освободить трон для наследника, для регента. Удивительно, что посла после этого не вышло из России. Николай II не был сильным человеком. И вот эта комбинация давления американцев, с одной стороны, и их демонстрация, что если надо будет, они просто сделают так, что толпа разорвет человека, убьет. Я думаю, что это в значительной степени изменило нашу позицию по многим вопросам. Кроме того, для наших углеводородных монополий возникла серьезная угроза в виде Катара, который, так сказать, решил двигаться через Сирию в Европу. Но здесь совпали интересы наших углеводородных монополий, главного, так сказать, нашего спонсора, нашей казны и нашего государства. И внешняя политика изменилась. Потом был Крым, потом была Новороссия не вполне удачно. Но совершенно понятно, что ситуация действительно изменилась. И в результате мы получили кризис на Украине. Первый директор, он же организатор того, что называется частным ЦРУ, Стратфора Фридман, за несколько лет до украинского кризиса сказал, что если Россия начнет подниматься, то она получит кризис, и этот кризис будет на Украине. Так что здесь все логично. Наши отношения с Западом ухудшились. Но с точки зрения развития нашей промышленности, санкции, это хорошо. С точки зрения того, что пятая колонна попритихла у нас, она не ушла никуда, но она попритихла. Это тоже хорошо. То есть не было бы счастья, да несчастье помогло. Вы с оптимизмом или с пессимизмом смотрите в будущее наше, в будущее России? Вы знаете, я все-таки советский человек, советский ученый, советский офицер. И я вырос в обществе, которое в будущее смотрело с оптимизмом. Я понимаю, сейчас уже другое общество, мы 25 лет живем в другом обществе, но на момент разрушения Советского Союза у него было 40 лет. Я уже сформировался. И я всегда был социальным оптимистом, при том, что я никогда не идеализировал Советский Союз. Я отказался вступать публично в коммунистическую партию, я никогда не был членом КПСС. Тем не менее, я оптимистически смотрел в будущее. Если говорить о нынешнем моменте, то я социально, биохимически, наверное, я оптимист. Но вообще-то я реалист. Нужно реально смотреть на ситуацию. Россия сейчас находится в очень угрожаемом положении. И нужно об этом помнить. Нужно помнить, что предстоит очень серьезная борьба, если мы хотим остаться физически, метафизически в истории. Что у нас нет друзей. И поэтому мы должны быть очень-очень сильными. Чтобы люди, если бы нас не уважили, то хотя бы боялись. И завершить свой ответ я хочу одной историей. Говорят, оптимисты говорят, нужно учить английский. Пессимисты говорят, нужно учить китайский. А реалисты говорят, нужно учить автомат Калашникова. Вот мой реализм основан на том, что у нас есть не только автомат Калашникова. У нас есть наследие Сталина Берии, ядерное оружие. И наш контрагент, которого называют партнер, наш этот партнер знает, что мы можем отправить в ад и его. Мы сами туда полетим. Но и он полетит вместе с нами. И вот этот баланс страха, он до сих пор, холодная война вроде бы формально закончилась, но баланс страха до сих пор удерживает мир где-то, так сказать, на грани войны. Эта грань приблизилась, безусловно, благодаря агрессивным действиям Запада в последние несколько лет. Но я не думаю, что Запад перейдет эту точку. Он будет балансировать, он будет натравливать своих шакалов, которые живут по нашим границам. Проблема только в том, что во время такого натравливания из-за некой глупости можно соскочить в войну. Когда-то Бисмарк сказал, что новая война, скорее всего, начнется на Балканах и, скорее всего, из-за глупости. Вот самое главное, чтобы не произошла эта глупость. Ну и лучший антидот глупости, когда противник понимает, что ты его можешь порвать как грелку.